Сегодня я вам расскажу про свою квартиру, которая находится в сталинском доме. Старый фонд хранит в себе множество секретов и преподнес нам очень много сюрпризов, но о них я вам расскажу чуть позже. Наши заказчики молодая семья. И в этом выпуске мы расскажем вам, как мы сделали ремонт в сталинском доме, сохранив при этом максимально все исторические детали. Квартира непростая, со своей интересной историей и кучей интересных фактов. Общая площадь 56 квадратов, высокие потолки 3 метра, большие окна. Все окна выходят в тихий зеленый двор. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Привет, InMyRoom. Я очень рада, что вы ко мне пришли. Заходите. InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели. Меня зовут Юля. Я финансист. В свободное от работы время увлекаюсь реставрацией советских елочных игрушек. А сегодня я вам расскажу про свою квартиру, которая находится в сталинском доме. Мы здесь живем больше трех лет, поэтому я вам что-то расскажу про то, что я бы хотела здесь исправить или изменить. Но, конечно же, уже в следующем ремонте. Мы находимся в сталинской застройке. Но этот дом очень интересен тем, что его достраивали три раза. То есть фундамент заложили в 27-м, четыре этажа. Потом достраивали пятый этаж. Мы как раз находимся на пятом этаже. Его достраивали уже в 50-е годы. А потом достроили еще два этажа, 6-й, 7-й, уже где-то в 70-е годы. В этой квартире живем мы с мужем и наш ребенок, который в следующем году пойдет первый класс. Возможно, эту квартиру вы уже видели на другом канале. Но у нас очень много прошло изменений с тех пор. И обязательно досмотрите это видео. Там будет много нового про мою квартиру. Когда мы купили эту квартиру, здесь была коммуналка. Здесь был ужас, кошмар. Здесь жило очень много семей. Мы здесь все снесли, все поменяли, все, что может себе представить, мы все поменяли. И пошли на консультацию в мужевую инспекцию, чтобы в дальнейшем согласовать перепланировку. Эта квартира была особенно тем, и, кстати, это была такая скидка для нас при покупке этой квартиры, здесь не было ванной комнаты. Здесь был только санузел. Как люди раньше здесь мылись, не представляю. Но вот мы купили то, что купили. И поэтому только на маленьком коридоре мы смогли выстроить два маленьких санузла. В этой квартире нет какого-то конкретного стиля. Но все-таки за счет того, что здесь очень высокие потолки и очень широкие подоконники, хотела сохранить какую-то классику. Поэтому, например, в дверях я использовала классические элементы. Также у меня в квартире несколько люстр антикварных, что тоже таких очень в классическом. Ну, какие-то есть модерновые элементы, но все-таки это больше классики. В квартире 58 метров. Здесь маленькая детская, маленькая спальня, комфортная гостиная. У нас также есть гардеробная. Два санузла, это была наша мечта. Ну и маленькая кухня, в которой даже нет обеденного стола, но зато гостиная полностью это компенсирует. Давайте же скорее смотреть в мою квартиру. Здесь очень много интересных деталей. Итак, мы с вами в коридоре. Он очень яркий. И здесь много яркого цвета, который, если вы знаете, в галереях очень часто используют такой прием. На фоне ярких стен вешают картину. Вот мы здесь тоже повесили картины, как в маленькой третяковке. Но, несмотря на это, у нас в коридоре стоит лоток для нашего питомца. Коридор мы выстроили на территории бывшей жилой комнаты. То есть вот этот вот квадратик из двух санузлов, это бывший коридор. Здесь мы встроили икеевский шкаф за счет того, что он имеет зеркальную поверхность. Он так исчезает в пространстве. Здесь мы храним верхнюю одежду. Также здесь у нас спрятан электрощиток. Возвращаясь к этому шкафу, я бы хотела здесь как раз рассказать про те ошибки, которые я допустила в ремонте. То есть я рекомендую прятать такие шкафы в нишу, но обязательно, чтобы шкаф и дверца шкафа была по возможности как можно выше, например, на уровне нашего плинтуса. Объясню почему. Обычно около шкафа вы всегда, ну так бывает, что вы ставите свою обувь. Вот вы ее поставили. И если бы шкаф был поднят выше, то есть дверца открывалась бы выше, то обувь, стоящая рядом, вам бы не мешала. Поэтому вот эти вот 3-4 сантиметра, это необходимые сантиметры, чтобы обувь, стоящая рядом, вам не мешала. На полу у нас испанская плитка, на стенах американская краска. Хорошая краска, очень хорошо моется, я довольна. Я ее выбирала именно по оттенку. То есть мне хотелось такого, знаете, халапеньо прям, чтобы вот был. Цвет и все выключатели у нас китайские, самые обычные, самые простые. Я когда выбирала мрамор на подоконнике, мне очень хотелось использовать яркий акцент. В коридоре я смогла выбрать очень классный оттенок мрамора и его использовать. Поэтому видите, она такой странной формы, кстати, обратите внимание, здесь она, видите, скошенная, для того, чтобы когда мы открывали дверь, что вот она была по геометрии открывающейся двери. Итак, пойдемте в первый санузел, он же гостевой и самый маленький. Он совмещает две функции, и туалет, и постирочная. Когда мы покупали эту квартиру, я уже знала, что она будет очень маленькая. Я просто мечтала о том, чтобы у меня была сушильная машина, потому что вот эти вот все лапы, на которых вот это все висит, мне казалось это неэстетично, неправильно. Вот тебе случайно пришли в гости, а у тебя вот это вот висит. Вот, поэтому вот эта вот сушильная машина, это просто была моя мечта. Здесь стиральная машинка, сушильная машинка, здесь такая маленькая раковина, кто-то ее называет пивательница, потому что она слишком маленькая, но все равно она выполняет свою функцию. Здесь у нас инсталляция для санузла, и над инсталляцией мы сделали разводку. Так как у нас в квартире нету горячей воды трубы, у нас стоит бойлер. Вот он как раз спрятан за этими дверцами. На стенах у нас плитка российского бренда. Я ее так замиксовала со стенами под покраску. Мне очень нравится вот это сочетание такого яркого всего. Я тут тоже отрывалась так же, как и в коридоре. Так как это все-таки маленькая постирочная, мы здесь предусмотрели вытяжку. Когда мы придумывали, из чего сделать дверцы, мы как раз использовали жалюзийные дверцы. Они с отверстиями, тем самым, они дополнительно дают вентиляцию этому помещению. Итак, мы на кухне. Сразу вы, наверное, обратили внимание, что вы не видите на этой стене никаких шкафов. Мне хотелось создать такой эффект, что когда ты сидишь в гостиной, ты не видишь вот этого всего нагромождения. Также здесь у нас сразу варочная поверхность. И здесь нет никакой вытяжки. Так как у меня в квартире газ, труба спрятана там, это я вам попозже покажу. Мы не делали специально никакой вытяжки. Во-первых, это запрещено с анпинами. Также, поскольку мы у варочной поверхности, здесь у меня есть вот такой классный кран. Он называется Fill Pot для наполнения чайника. Ну или, например, большой кастрюли с макаронами или с пельменями. Это кран. Сюда подведена фильтрованная вода. И когда мы пьем чай, мы наполняем чайник. Сразу включаем. Поверхность у меня мраморная. Я пыталась выбрать, чтобы и подоконник, и столешница была из одного материала, из одного цвета. Многие пугаются мрамора, потому что мрамор достаточно пористый. Это значит, что все пятна на нем очень хорошо видны. Но так как у меня он такого темного цвета, что даже я знаю, где здесь пятна, то есть я сама знаю, но вы их не увидите. Здесь даже нет никакого стола. Но мы сделали специально, оставили широкий подоконник. Даже его чуть-чуть вынесли, чтобы использовать его как место для завтрака. Ну, поскольку у нас семья маленькая, и получается так, что все завтракают в разное время. Муж пораньше, я попозже, ребенок еще позже. И каждый сидит здесь, очень удобно. И ты смотришь не в стену, не куда-то, ты смотришь в окно. Сохранился естественный холодильник, который всегда делали в сталинских домах. Что такое холодильник? Там есть отверстие наружу. И зимой здесь достаточно прохладно. Но так как вообще в принципе в сталинских домах всегда прохладно, даже летом, очень комфортная температура, мы здесь храним всякий мини-бар и мини-склад консервов. Вот очень удобно, очень рада, что я это сохранила. По технике, что у меня здесь стандартный набор, единственное, что здесь у меня не предусмотрена микроволновая печь. Очень жалею. Мы думали, что мы будем использовать духовку, она у нас на пару, и поэтому будем много готовить в ней. Но все-таки микроволновка это изобретение века, так же как стиральная машинка, не надо от нее отказываться. Что у меня здесь есть? Значит, у меня есть посудомоечная машинка на 45 см, мне очень комфортно, на нашу семью нам вполне хватает. Мы знаем, что все встроенные шкафы, они всегда, холодильные шкафы, они всегда очень маленького литража. Нам не хотелось так, но один раз, когда мы пришли и увидели, что есть холодильник полнометражный, без морозильной камеры, то есть вот эта вот вся дверь, это весь холодильник, мы сразу его купили. Это, кстати, была первая вещь, которую мы купили в квартире еще до ремонта. Но морозилка-то нужна, и мы предусмотрели, что есть такие маленькие морозильные камеры, мы вполне ее впихнули сюда, она влезла, все в порядке. Также у меня здесь фильтрованная вода, как здесь фильтрованная вода, так же из крана есть фильтрованная вода, и два таких диспенсера для мытья посуды и для рук. Здесь стандартная сушилка для посуды, ничего сверхъестественного, все как у всех. Да, наверное, не очень много места у меня для посуды, для хранения. Есть, получается, только один шкаф для хранения всякой посуды, которая на каждый день, но уже туда повыше засунуто все, что требуется, ну, когда гости приходят на какие-то праздники и так далее. Итак, газовая труба, она у нас выходит из потолка и опускается вниз. Вот здесь мы ее не прятали ни в какой короб. Я считаю, что это обычный, естественный элемент. Каждой квартире здесь газ, ну, как бы это естественно. Зачем это прятать, придумывать? Мы специально предусмотрели зазор для того, чтобы газовая труба была бы открыта. Планировка это позволяла, длина стены это позволяла, поэтому вот с той стороны мы спокойно имеем доступ к этой трубе, и все службы могут все посмотреть, все проверить, так что с ней все в порядке. На полу также я использовала плитку испанского бренда, и мне кажется, она немножко так отсылается к какой-то классике вот этой метлахской плитки, которая очень часто была в дореволюционной застройке нашей. Ну, это, конечно, не дореволюционная застройка, но хотелось как-то вдохновиться этим прошлым. Ну, и цвет квадратиков мы подобрали в цвет фасадов. Такая же плитка и в коридоре в санузле, там просто другой цвет этих квадратиков. Мы оставили нишу под батарею, то есть так и было задумано, что так как под подоконником занято место под холодильник, где должна быть батарея? Где-то сбоку. Ну, сбоку она предполагала здесь, мы ее оставили, сохранили высоту батареи. Мне очень нравится, она очень такая какая-то даже, тоже в какой-то степени акцентная, но за счет цвета мы ее немножко успокоили. Здесь на кухне я повесила часы, часы достались мне по наследству от отца, и это была первая вещь, которую я решила восстановить, как-то оживить и отреставрировать. Собственно говоря, с этого началось мое хобби по реставрации как деревянных, так и стеклянных изделий. Здесь у нас обычная подсветка, которую мы сделали практически своими руками, светодиодная лента, которую мы закрыли вот таким латунным молдингом. На потолке мы оставили споты, самые простые, не хотела сделать на них никакого акцента. Плюс еще предусмотрели подсветку в шкафах, где стоит какая-то посуда. Не могу сказать, что это акцент, ну, просто такой интересный элемент. Двери. Конечно же, у меня очень красивые двери с такими лесными какими-то элементами, со стеклянными вставками. Это была вторая покупка. Ремонт еще не начался, планировки не было. Мы пришли, увидели эти двери, они были с какой-то хорошей скидкой, и мы их купили. У InMyRoom есть телеграм-канал, на котором очень много вдохновения для вас, то есть очень много новых проектов. Там выкладываются анонсы новых видео. Видимо, и мое видео там будет в анонсе. И также всякие различные акции от партнеров компании. Ссылка на этот телеграм-канал будет в описании, а еще вы можете найти его просто по названию. Итак, мы находимся в гостиной. Сразу хочу обратить внимание, через зеркальные стены можно видеть кухню, то есть если там кто-то что-то еще догодавливает и выносит, это очень удобно и комфортно, что ты находишься с этим человеком практически рядом. Мы здесь сделали обеденную зону, ровно над ней мы предусмотрели люстру. Это антикварная люстра, мы в ней провели электрику, то есть раньше это люстра, в которую вставляли свечки. Очень мне нравится, что в этой квартире есть широкие подоконники. Мне очень хотелось также натуральный камень, мне очень нравится. Он очень, знаете, как облагораживает интерьер. И обратите внимание, у меня в каждой комнате разного рисунка подоконники, потому что подоконники я покупала с остатком. То есть были какие-то обрезки, остатки, и я вымеряла каждый кусочек, чтобы обязательно не было мраморным, чтобы он был не по цене мраморного дворца, а все-таки было очень бюджетным. Вот, поэтому ищите какие-то такие склады, остатки. Это всегда можно найти что-то интересное для своего интерьера. В этом углу у нас книжный шкаф, такой, ну, достаточно многострадальный. Я решила его так спрятать за счет того, чтобы покрасить его в цвет стены, чтобы он вроде как есть, но вроде как его и нету. Ну и, конечно, со временем тут появится что-то другое, может быть, что-то более антикварное и так далее. Но это уже будет со временем. Знаете, что самое постоянное, это временное. Обеденная зона, круглый стол. Мне вообще кажется, что у всех должны быть только круглые столы. Это очень удобно, это очень визуально гармонично. Мне очень нравятся мои стулья, которые достались мне по наследству. Это, по-моему, румынские стулья 70-х годов. В гостиной мы расположили диван. Наверняка, похоже, диван вы также найдете на Marketplace и Inmy.ru. У меня во всей квартире, ну, кроме санузлов коридора, массив дуба. Мне очень нравится это покрытие. Он такой морёный, такого тёмного цвета. Очень приятный на ощупь. Очень всем советую всё-таки раскошелиться и купить хорошее напольное покрытие и хорошие двери. Вот это вот прям вот две вещи, и у вас будет суперремонт. На Marketplace Inmy.ru представлено более тысячи производителей. Вы делаете один заказ, связываетесь с одним менеджером и получаете одну доставку. В этой зоне, знаете, такой недокоридор, уже не коридор, но уже ещё не гостиная, мы предусмотрели шкаф, такой же, как при входе. Он тоже и с зеркальными поверхностями. Шкаф такой получился хозяйственного назначения. То есть здесь мы храним всякие хозвещи, в том числе у нас сюда помещается даже стремянка, ну и какая-то верхняя зимняя одежда, которую, например, сейчас летом мы не используем. Здесь также стоит пылесос, он здесь встроен. Здесь ещё, кстати, для пылесоса предусмотрена розетка, чтобы он здесь заряжался на своей станции. Так как здесь у меня получилась стыка двух напольных покрытий, это деревянного массива и керамической плитки, мы стык сделали из пробкового компенсатора. Так визуально абсолютно очень не видно, не замечаешь его. Итак, мы переместились в нашу спальню. Здесь будет сразу несколько лайфхаков, как сэкономить на достаточно эффектных вещах. Первое, на чём вы сможете сэкономить, это на изголовье и на самой кровати. У нас обычное ортопедическое основание, просто с положенным на него матрасом, без всякого основания. И изголовье мы заказали, просто заказали слэп. Слэп нам обошёлся в 20 тысяч рублей. Мы его заказали по нашим размерам, которые мы хотели. Нам его привезли, и мы его смонтировали на вот такие огромные шурупы, которые, ну, толщина стен нам это позволяла сделать. У нас просто два шурупа, огромных, с болтами, вкрученных в стену, и держит всю эту... Это тяжеленная конструкция, но она, согласитесь, выглядит очень выигрышно. Я использовала две прикроватные тумбочки. Я тогда начинала реставрировать деревянную мебель. Специально взяла их два разных. Вот мне не так пригляделись, присмотрелись, но мы до сих пор используем. На этапе планировки запланировали, что здесь будет рабочее место. А рабочее место не хотелось как-то отдельно, чтобы ты ходил и всё время бился об этот стол. Поэтому мы предусмотрели нишу. Как раз как бы сюда прячется рабочее место, компьютер, оргтехника, да. Вот ещё, кстати, следующий лайфхак. 100 шкаф над техникой. Это вообще-то шкаф кухонный, да, если вы узнаёте, это икеевские шкафы. Просто за счёт того, что у него основание не белое, а чёрное, он совершенно не угадывается, как кухонный шкаф. Это шкаф, где мы храним всякую бумагу, документы и всё прочее. Также, посмотрите, мы сделали синхронный такой же стол, как изголовье, из того же материала. Мы сделали... Ну, предполагалось, что здесь будет просто стол. Но так как мы увидели огромный слеп, он был очень красивый, у него был вот этот красивый открытый край. Нам захотелось его сохранить, и поэтому мы придумали ещё дополнительно вот такую полочку, да, то есть удлинить, продлить визуально этот рабочий стол. Ну и, кстати, очень удобно, когда ты работаешь, сюда можно поставить чашечку с кофе или просто стакан с водой. У нас здесь стоит бризер. У нас и в детской, и в спальне стоит бризер. Это такой очиститель воздуха, и это не кондиционер. Это, ну, эффект открытого окна, да, то есть туда постоянно, оттуда постоянно циркулирует воздух с улицы. Он, конечно, проходит фильтрацию. Зимой он дополнительно подогревается, чтобы в комнате не было холодно. Так что очень комфортно, очень нравится, особенно для тех, кто аллергики. Актуальная будет история, как раз то, что он всё это фильтрует. Ну и, конечно же, как спальня без гардеробной. В гардеробную мы не стали делать дополнительную дверь, но почему-то я решила, что на этапе ремонта у нас нет денег на эту дверь, и мы от неё отказались. И потом, в дальнейшем, я подумала, почему просто не закрыть её шторой? Как бы такой эффект дополнительного окна. Мы сделали одинаковые шторы на том окне и на этом. Вот, так что это просто штора, которая ведёт в гардеробную. Ну, кстати, это очень удобно, что нет двери, то есть нет вот этого, да, тебе не нужен запас хода, чтобы дверь в какую-то сторону открывалась. В гардеробной у нас система икеевская ПАКС. Обычная гардеробная, очень полезная. Самое главное, что она вот так, хоп, и закрылась, и всего этого хлама не видно. Мы оказались в самой маленькой комнате этой квартиры. Здесь всего 9 метров. Это детская. Мы выбрали для неё такой светло-жёлтый оттенок, хотелось бы какого-то солнечного, ну и плюс она ещё маленькая, достаточно тёмная. Поэтому мы выбрали такой цвет. Моющаяся краска. Для ребёнка мы предусмотрели рабочее место. Мы его сделали практически своими руками. Мы, мы, я, я придумала сделать столешницу вровень с подоконником, чтобы подоконник тоже выполнял такую функцию рабочего стола. То есть на неё можно светильник поставить, ещё что-то. Каким образом был сделан стол? Мы просто заказали по размеру, который мы вымерили, столешницу. Она обошлась нам в 8 тысяч рублей. На что установить столешницу? Мы использовали просто те ящики, которые у нас висели. К ним мы приделали деревянные ножки. И за счёт высоты ножек, поскольку они деревянные, их очень легко резать. За счёт высоты ножек мы смогли отрегулировать высоту столешницы, чтобы она стала вровень с подоконником. Ножки у меня обошлись в 3 тысячи, столешница в 8 тысяч рублей. И, по-моему, 3 тысячи я заплатила мастеру за то, чтобы он всю эту конструкцию собрал. Ну, согласитесь, такой элементарный стол, очень хорошая находка. Ещё хотела рассказать про одну такую вещь, которую мы смогли здесь сделать. Вот видите, эту такую блямбу в виде цветка. На самом деле, здесь был воздуховод. На этапе демонтажа мы его решили оставить. Ну как, хорошо, вытяжка в комнате, у ребёнка, как здорово. Когда мы заехали, начали здесь жить. Кроме как куревом, здесь больше ничем не воняло. Мы так и не поняли соседи сверху, снизу. В общем, мы всячески заделывали эту дырку, но визуально она остановалась. И вот прогуливаясь по какому-то строительному магазину, я увидела такой декор. Мы сразу же его купили, смонтировали, и вот вроде как он и так сдекорировал нашу комнату, но на самом деле он просто закрывает дырку, чтобы в комнате был нормальный запах. В комнате у ребёнка напольное покрытие это инженерная доска. Она немножко отличается по цвету то, что у нас в других комнатах, но так как она разделена коридором и плиткой, то визуально ты этого не видишь. Просто нам не хватило того объёма материала, и мы докупали. Поэтому вполне действительно вот эта вот разбивка коридора плиткой дает вам возможность использовать разные покрытия. Если, например, вы так же, как я, подоконники используете из разных остатков, вы можете также использовать разные остатки напольного покрытия. У производителей это прилично сэкономит вам денег. Ещё одну вещь, которую мы запланировали на этапе проектирования квартиры, это ниша, которая образовалась от шкафа, который при входе. Сверху теоретически можно было зашить до конца, но так как в маленькой квартире ты борешься за каждый сантиметр, мы решили эту нишу тоже оставить. Такая же история, у нас такой же ниши в гардеробной, там ниша больше, и мы храним всякие чемоданы, коробки с ёлочными игрушками, то есть то, что вы каждый день используете, то, что засунул, раз в году достал, очень удобно, так что рекомендую. У InMyRoom появился свой подкаст, там будет очень много нового про ремонт, дизайн и не только. Конечно же, ссылка в описании, подписывайтесь, слушайте на всех платформах. Подкаст InMyRoom Ремонт и котики Сейчас мы с вами пройдем в маленькую ванную комнату, она точнее не ванная, она душевая комната, и сразу хочу обратить внимание на выключатель. Это кнопочный выключатель, слышите, как он щелкает? Никогда такие не покупайте, а когда ты ночью идешь в туалет, и вот это вот щелканье слышат все, это ужасно. Ванная, ну ванная, душевая у нас очень маленькая, здесь раковина, душевая и санузел, да, санузел, толчок, полотенцесушитель. И мне очень хотелось максимально, чтобы все было в стене, поэтому вся сантехника у нас в стене. Про, хотела бы, знаете, что рассказать, вот то, что, ну, вот, одна из, ну, нет, это не ошибки, да, это то, что бы я хотела исправить в следующем ремонте. Полотенцесушитель. Здесь у нас стена под покраску. Конечно, когда ты все время заворачиваешь полотенце, то стена уже приобретает совсем другой цвет, нежели ты задумывала. Поэтому все-таки там, где полотенцесушитель, я советую использовать плитку, да, то есть, если бы здесь была закатанная плитка, ее намного проще мыть, нежели, чем даже самую моющуюся краску. Ну, опять, поскольку квартира маленькая, места мало, вот каждый сантиметрик мы просто вот выкорчевывали с планировки, чтобы использовать. Здесь мы придумали 20-сантиметровый шкаф, то есть, это 20-сантиметровый полк, это достаточно комфортно, удобно, ну и, соответственно, здесь вся бытовая техника, вся бытовая химия хранится. Здесь также я использовала мраморную столешницу, вот мне почему-то был какой-то фетиш с этим мрамором. Обратите внимание, здесь видите, такой угол заостренный. мы покупали душевую дверь не на заказ, а готовую, и когда мы ее купили, мы столкнулись с тем, что просто этот угол не дает нам открыть дверь. И к нам приезжал специальный мастер, который как бы закруглял ее, чтобы вот как бы чуть-чуть, два сантиметра опять убрать, чтобы дверь открывалась под большим углом. Здесь обычный шкафчик, подвесной, но я его заказывала стандартный, и мне хотелось, чтобы он был чуть больше, но чуть больше не был, то есть были намного больше из тех стандартных. Я самостоятельно придумала такую выдвижную полку, это просто обычная бутылочница металлическая, которую я заказала на сайте, мне ее привезли, по-моему, это стоило 3000 рублей. Я под размер вырезала фанерку, покрасила в черный цвет, фанерка мне обошлась, ну не знаю, рублей 100, плюс я заказала ручку, которая абсолютно отличается от других, и вот дополнила ванной гарнитур своим таким элементом, но он достаточно функциональный, там очень удобно всякое хранить, поскольку мало места, вещей много. Здесь у нас два точечных светильника, один над душевой кабиной, один над зоной, где мы чистим все зубы, и также есть отдельный светильник, достаточно яркий, очень удобно, когда тебе нужно навести какой-то марафет. Если вы ищете идеи для своего нового ремонта, может быть, и старого ремонта, обязательно подписывайтесь везде, где только есть InMyRoom, вы обязательно найдете что-то интересное, что-то для себя. Ну что, на этом квартира моя закончилась, смотреть больше нечего, но я очень надеюсь, что вам понравилось, что вы будете оставлять какие-то комментарии, я обязательно, кстати, все комментарии посмотрю, на все отвечу, может быть, у вас возникнут какие-то вопросы, ну и до новых встреч, пока-пока. Привет, InMyRoom, рада вас видеть, пойдем. InMyRoom это маркетплейс красивой мебели, заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город, а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Меня зовут Настя, я сооснователь и совладелец бренда женской одежды Boutrois, и сегодня я расскажу вам о том, как из компактной квартиры в Сталинке мы получили интерьер в парижском стиле со множеством винтажа. Дом был построен сто лет назад, и есть интересный факт о нем. Верхние этажи были достроены в 60-х годах. Мы жили неподалеку и много раз ездили по этим улицам, но ни разу не замечали этого дома. Во дворе расположен прямо комплекс из таких красивых Сталинок. Честно говоря, когда мы впервые сюда попали, приехали на просмотр этой квартиры, мы были совершенно очарованы такой сонной, неторопливой атмосферой, немножко даже петербуржской, этого двора. Старый фонд хранит в себе множество секретов и преподнес нам очень много сюрпризов, но о них я вам расскажу чуть позже. У меня есть любимый балкон, на котором я провожу очень много времени, читаю книги, пью кофе, работаю, но он находится не в моей квартире, он находится в подъезде. Я его немножко обуютила, облагородила, поставила там столик, стулья, вношу свои приборы, свои салфеточки, тарелочки и спокойно провожу там время. Праведливости ради стоит заметить, что дом был построен до сталинской эпохи, но надстройка сделана в 60-е, и все элементы сталинского типичного стиля сохранены, поэтому мы называем ее сталинкой. Общий метр этой квартиры 55 метров с небольшим. Здесь живем мы с мужем и наш пес Шпатен. До нас здесь жила девушка с тремя детьми, и она старалась впихнуть невпихуемое, поэтому в квартире очень много мест хранения, все продумано до мелочей, нам же оставалось только детские спальни переделать в гардеробную и заехать и жить. Предыдущая хозяйка сделала супер-классный ремонт, она вложилась в полную переделку, сделала коммуникации, проводку поменяла, возвела новые стены, все до этого демонтировала. В общем, нам крайне повезло с тем, кто был предыдущим владельцем квартиры и с исходными данными. Кстати, интересный факт. До нас эту квартиру смотрел Константин Хабенский. Конечно. Кстати, у меня есть целый список важного, что нужно было учесть при дизайне и оформлении квартиры. Я вам сейчас даже что-то зачитаю. Например, у нас квартира строилась от будки Шпатена. Нам важно было очень найти ему место, чтобы был домик. Потом, места в хранении ванны. Я терпеть ненавижу, когда что-то стоит на поверхностях. Поэтому я вам покажу один лайфхак, в который я влюбилась, в который нам достался от прошлой владелицы квартиры и который я буду повторять теперь в каждом жилье, которое у меня будет. Так, дальше про большое зеркало в пол и кровать без острых углов в спальне в целом. Все получилось. Я вам чуть позже покажу. Оставайтесь, не переключайтесь. При оформлении квартиры мне помогала дизайнер Аня Шевченко. Я ей безумно благодарна. И в итоге у нас получилось прихожая, ванная, гостиная, кабинет, кухня, спальня и гардеробная. Все это на 55 с небольшим квадратным метров. Marketplace in my room это очень удобная площадка, где собраны тысячи товаров от сотен поставщиков. Один заказ, один менеджер, одна доставка. И, кстати, с менеджером можно общаться в WhatsApp. Давайте начнем наш рум-тур с кухни. Нам очень повезло, я считаю, потому что кухня нам тоже досталась от прошлых владельцев. И есть еще такая интересная штука, люстра, которая здесь висит. Помнит еще самых первых владельцев квартиры. Столешница, искусственный камень, плитка, кабанчик. Что я здесь изменила? Мы поменяли смеситель, поставили фильтр для воды и поставили измельчитель. У нас газ, варочная поверхность на 5 комфорок. Мне сказали, что это какая-то дикая редкость. В общем, вот так. Все удобно, органично, классно. И здесь есть вытяжка, которую я, честно говоря, почти не включаю. Использую только освещение. Я обожаю точечный свет, не верхний. Поэтому очень часто пользуюсь светом, который встроен в вытяжку. Еще интересный момент про газовый шланг. Он был серебристого цвета, в ужасном состоянии. Мы его решили не менять, но задекорировать. Идею предложил строитель Лёва. Лёва, привет тебе! Мне кажется, это идеально подошло. Он как-то что-то там подул каким-то феном, оно приняло форму прямо этого шланга. И стало более аккуратно. На кухне есть почти вся техника, которая нужна. То, что мне нужно дополнительно, я докупила и храню это внутри, чтобы, опять же, не создавать визуального шума. Мы купили холодильник. Мне он очень нравится своим винтажным видом. Честно говоря, я даже не подумала о том, что можно встроить. Мне кажется, это всё достаточно выглядит круто. Наверху у нас хранится ваза и есть бар. Начнём с хранения. Самый классный лайфхак, который у меня есть здесь на кухне, это вот такая крутящаяся штучка, поднос, где хранится всё, что так сложно увидеть, если это стоит друг за другом. Приборы хранятся здесь. Никакого ноу-хау нет, никаких новшеств, всё как у всех. Здесь просто ящик тоже, который хранится всякая всячина от сантиметра до секаторов. В общем, то, что может понадобиться. Ну и в боковом ящике хранится техника, которая мне может понадобиться при приготовлении еды. Как вы видите, некоторые ещё в плёнках. Это говорит о том, как часто и много я готовлю. Дальше здесь у меня хранится всякая посуда, бокалы, чашки, всё, что может понадобиться для питья. Здесь у меня сушка, где хранятся тарелки. Так, здесь у нас мусорка, ведро, всё как обычно, но вот эта штучка очень удобная для хранения посудомоечных таблеток для посудомоечной машины, соли, каких-то губок, может быть. Здесь у меня также пакет с пакетами и встроенная посудомойка. Очень удобно рядом с раковиной. здесь у нас хранится бутылочница, всякие масла. Дальше отделение с декором, столовым текстилем, в общем, аптека. Дальше чай, кофе. очень удобно, что это рядом с чайником, очень удобно, что это рядом с панелью. И здесь, внимание, секрет старого фонда. У нас есть тайник, он достаточно вместительный, там, собачий корм, запасы круп, там, запасы молока долгоиграющего, там, ну, я не знаю, честно говоря, что там ещё, потому что мы живём уже здесь полтора года, и сюда складывается всё, что не нужно сегодня, здесь и сейчас. Так, что касается стен. На стенах у нас моющаяся краска, белая, кирпич натуральный, мы его просто покрыли краской. Дальше батарея поменяла предыдущая владелица. Подоконник дубовый из натурального дерева. Обратите внимание на толщину стен, я считаю, что это просто подарок, и за это я обожаю сталинки отдельной, особенной любовью. Пол, плитка, здесь тёплый пол, как и в прихожей, в ванной комнате, что очень-очень удобно в тот период, когда отопление ещё не включили, а в Москве уже холодно. Переходим к столу. Стол круглый, раздвижной, мы ни разу его за всё время проживания не раздвигали, но нам важно иметь запас на случай прихода огромного количества гостей. Немножко я не угадала с цветом при заказе, но это компенсируется тем, что я постоянно накрываю его скатертью, и в принципе, он у меня без скатерти не используется. Я обожаю мятый лён, и вообще считаю, что нужно законодательно запретить гладить его, потому что очень красивая текстура, очень классные фотографии получаются. Стулья винтажные, перетянута сидушка в серое букле. Похожие стулья вы можете найти на маркетплейсе InMyRoom. У InMyRoom есть супер-классный телеграм-канал с идеями по оформлению интерьеров, с акциями от партнёров и анонсами новых видео. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Из кухни мы попадаем в зону гостиной и кабинета, и я хочу вам показать двери. Все двери в квартире выдвижные, встроенные, и это очень экономит место и визуально не создает шума. Мы их убираем и получаем открытое пространство. Расскажу вам немного про гостиную. От прошлой владелицы нам достался здесь вход в гардеробную. Мы не стали его закладывать, а просто замаскировали картиной. Здесь была гостиная, места для хранения. Висел телевизор на той стене. Мы перевесили на этот, чтобы можно было разместить диван. Очень важным для меня моментом было отсутствие проводов. Я ненавижу провода. Поэтому попросила проштробить специальных людей, проштробить вывод под электричество, чтобы можно было их спрятать. Я обожаю свечи, как это уже понятно, у меня везде они стоят. Далее, опять же, со скрытыми проводами стоит колонка и домик для собаки, про который я обещала вам рассказать. Это, я считаю, вообще произведение искусства, потому что он был спроектирован дизайнером Ани Шевченко. У него круглые ножки, которые повторяют вообще многие элементы квартиры, в частности, лампа в кабинете и форму лампочки в гостиной. Ковер Икея, диван, мы его просто перетянули в ткань букле. Пол, паркетная доска. Нам, опять же, дико повезло с исходником. Он достался нам от предыдущих владельцев. Паркетная доска у нас в кабинете, в гостиной, в спальне, частично в гардеробной. Что касается освещения, я не фанат верхнего света, поэтому люстры у меня используются только как предметы декора, поэтому пользуюсь в основном торшером. На потолок мы добавили розетку, чтобы поддержать общее настроение интерьера. Расскажу вам немного про кабинет. Это стеклянная перегородка с деревом. Досталась нам тоже в предыдущих владельцев, вы, наверное, уже догадались сами. И она выполняла раньше функцию дверей, потому что у хозяйки здесь была спальня. Самое маленькое помещение отведено, конечно же, владелице квартиры. У нее были шторки, которые она зашторивала на ночь, и раздвижной диван, который она раскладывала, когда ложилась спать. Здесь также стоял комодик, если я не ошибаюсь, и кирпич был такого более натурального оттенка. Мы перекрасили кирпич, перекрасили еще раз подоконники белый цвет, и поставила кондиционер. Честно говоря, устанавливать его я не планировала, потому что я с уважением отношусь к фасаду дома, но в Москве обещали рекордно жаркое лето. Кондиционер стоит в Москве, в июле плюс 16 градусов. Ребята, я прошу всех прощения. Итак, кабинет. Расскажу вам немножко про его наполнение. Стол винтажный. Это Италия. Честно говоря, не знаю, какой его возраст. Мы его отреставрировали. Есть следы, конечно, возраста, следы бытования, но он очень крутой в сохранности, и это предмет моей гордости, потому что я за ним долго охотилась. Вот он здесь. Стул тоже винтажный. Так, немножко покажу. Ну, здесь какая-то канцелярка хранится. Нужные, ненужные мелочи, паспорта, документы. В общем, все, что может пригодиться. Папки. Папка Настя, папка Максим. Естественно, тут только мои бумаги. Здесь все захламлено мной, потому что я часто здесь работаю и часто пишу всякие заметки от руки. Я такой человек аналоговый. Я все пишу от руки. У меня до сих пор дневники, блокноты в бумажном виде. Книги я тоже читаю, только бумажные. Поэтому вот так. Лампа времен Советского Союза она была в новом состоянии. Ярко-ярко золотого цвета, такого желтого, не очень приятного даже глазу, и поэтому мы ее состарили искусственно. Мой любимый стеллаж. Здесь, как вы видите, нет ничего полезного. Абсолютно просто эстетические приятные мне вещи, которые напоминают о каких-то классных событиях. Например, распечатана съемка журнала, когда первый раз мой бренд оказался на страничках журнала, или картины любимых художников. Макс обожает мой муж баскетбол. Здесь есть кольцо, есть книга про Майкла Джордана, есть автограф Майкла Джордана, который я ему подарила на день рождения. Освещение кабинета. Как я уже говорила, есть лампа, есть верхний свет в форме шара, который я, в принципе, никогда не включаю. И есть подсветка в стеллаже, которая мне очень нравится, потому что она создает ощущение камерности, приватности и уюта. Здесь у нас есть супер вместительный шкаф, о чем я, в принципе, говорила уже. Супер классное место для хранения. Сейчас я вам его покажу. Здесь помещается вся сезонная и всесезонная одежда, аксессуары, шарфы и прочее, обувь. Я достроила только несколько рядов полочек, чтобы поместилось все. И дальше идем. У нас здесь кирпичная стена. Это настоящий кирпич. Ее мы перекрасили в белый цвет. А здесь сделали такой темный акцент, потому что дверь была черная, деревянная. Мы сделали темный акцент. У нас, опять же, собака. Гости, когда приходят, мы приходим, может что-то испачкаться. На черном этого ничего не видно. Здесь также есть какая-то консоль. Она винтажная. стул для того, чтобы с комфортом обуться, прийти, поставить сумку, что-то еще. Мы перекрасили щиток в черный цвет, чтобы он сливался с цветом прихожей и не создавал лишний визуальный шум, как я уже тоже говорила. Также наверху есть неочевидные, но супер классные места для хранения. Они очень длинные, до кухни и достаточно вместительные. Мы также перекрасили их в черный, половинку в черный цвет, чтобы создать ощущение единого пространства, чтобы ничего не мешало глазу. Так, добро пожаловать в уборную. Здесь у нас все так, как было у предыдущей владелицы. Мы не меняли ничего, кроме смесителей. История с этими смесителями печальная. Оказывается, что раковина была приклеена на какой-то супер стойкий клей, и она разбилась. В общем, мы ее клеили, поэтому она теперь тоже немножко винтажная. Отделку мы не меняли, потому что она реально классная. И сейчас я вам покажу самый главный секрет и достоинство этого помещения. Как видите, у меня ничего практически не стоит на раковине, потому что все спрятано здесь. Это ноу-хау, которое я планирую использовать во всех следующих своих жилищах. Это постирочная. Здесь у нас стиральная машинка с сушкой, здесь также небольшая сушилка, если, например, какая-то повседневная стирка, то я просто развешиваю белье, если мне нужно это сделать быстро, прямо здесь. Затем здесь хранится запас полотенец, бытовой химии, туалетной бумаги и всего того, что не нужно прямо здесь и сейчас, но вообще в целом хотелось бы иметь в доме. Здесь все покрашено влагостойкой краской моющейся, ремонту 6 лет, и, как видите, с ним ничего не произошло, более того, месяц назад нас затопило, и со стенами не стало ничего, здесь стекла вода. Дальше у нас душевая кабина, она опять же досталась наследство, полотенцесушитель и лючок. Что касается освещения, здесь есть верхний свет, который я никогда не включаю, это светильники, встроенные в натяжной потолок, и есть такие настенные бразы с очень приятным светом, что классно, у них есть режим ночного освещения, я прихожу и ночью мне в глаза не бьет яркий свет. Добро пожаловать в мою спальню, я точно знала, какой она должна быть, и впервые попав в это помещение, поняла, что это оно. Во-первых, здесь два окна, спальня угловая, что дает большое количество света в любое время суток, кроме ночи, во-вторых, эта спальня была предназначена для троих детей, поэтому места здесь достаточно много. Что мы сделали? здесь были ниши для детских кроватей, то есть здесь спали трое детей. Кровать стояла здесь, и две кровати были под потолком, нужно было забираться по лестнице, соответственно, под потолок была выведена вентиляция, и сейчас эта вентиляция используется в гардеробной для того, чтобы там не задохнуться, потому что там нет окон, и вентиляция нас очень спасает. А теперь история про нишу. Вообще эта ниша здесь была, и здесь хранились кубки и награды детей. Знакомый посоветовал нам этот арт-объект, эта лампа, она называется Mudmoon, из японской бумаги. Каждая лампа Mudmoon уникальна, она придумана немецким дизайнером в пандемию, чтобы людям не так одиноко было сидеть дома, чтобы они себя чувствовали лучше. Эта лампа идеальная иллюстрация к нашей с Максом паре, потому что он весь такой диджитал, он весь про науку, про технологии, а я про винтаж, про аналоговость. Когда я узнала, что в ней есть режим камином, я сдалась, мы ее купили, и она вот идеально встала. И вот, например, камин. Слушай, прикольно. Теперь про сундук. это одна из моих любимых находок. Он винтажный, честно говоря, не знаю, откуда он был привезен, но мне сказали, что в нем есть ребра, поэтому на нем можно сидеть. Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom, там много идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать героем следующего выпуска, присылайте фотографии вашего интерьера вот на эту почту, и вам обязательно ответят. Про секретики вам еще расскажу. Этот пуфик барный, самый-самый дешевый. Я его отправила на переобивку, набила его тем, что мне подходит к интерьеру, и получился вот такой арт-объект. Так, рассказываю вам про шторы. Шторы мы делали на заказ. Мне хотелось, чтобы текстура и материал пересекались с обивкой кровати. На самом деле, я купила какую-то самую бюджетную кровать, потому что считаю, что главное это матрас. Я просто купила лен в обычном магазине тканей, и, воспользовавшись служебным положением, заказала чехол на изголовье. И сейчас я вам покажу еще один секретик. Сделала тоже такие подзоры изо льна. А вот родной материал кровати. Он в принципе тоже неплохой, но, на мой взгляд, это все смотрится интереснее. Более такой винтажный вид продает всему. Батарею мы сохранили ту, которая здесь стояла изначально. Это был большой предмет спора между мной и моим мужем, который считает, что нужно оставить открытой батарею, что это люкс, а мне кажется, что нужно закрыть экраном. Вы можете понять легко, кто победил в нашем споре. Дальше расскажу вам про зеркало. Зеркало делала на заказ, и это третье уже зеркало, которое, слава богу, доехало, потому что первое погибло при переезде, второе оказалось слишком маленьким в размерах этой комнаты, и вот третье надо поставить памятник моему мужу, который, собственно, помогал при поднятии на этаж, потому что, естественно, ни в один лифт такое зеркало не войдет, она очень тяжелая, очень массивная, и она сзади привязана к батарее, чтобы, не дай бог, не упала. Люстра очень похожа на винтажную, но это современная люстра, я нашла точно такую, как была в моем референсе, и мне очень нравится, что элементы люстры перекликаются с пальмой, которая стоит у меня в спальне. Так, а теперь я вам покажу комнату грязи. Что интересно, дверь встроенная, она невидимка, и единственный косяк, который есть, это то, что она открывается в эту сторону, потому что она может биться вот так о столик, она может пачкаться, я ее уже один раз перекрашивала, в белый обновляла цвет, она должна была по проекту открываться в ту сторону, но что-то пошло не так, были разные уровни пола, и это сделать, к сожалению, не получилось. Пойдем. что я могу сказать? Здесь хранится в принципе все, что нужно для уборки, что нужно для, ну, какие-то запас моих кремов, моих лосьонов, ну, короче, все, что мне может понадобиться раз в жизни, но это должно быть скрыто от посторонних глаз, поэтому очень удобно, что в хозяйственном шкафу предусмотрены, например, розетки, то есть можно заряжать пылесос, здесь хранится этажерка, хранится сушилка, хранится утюг, кстати, фан-факт, я не глажу, поэтому утюг достается очень редко. Что бы я здесь изменила? Сейчас я бы обязательно сделала подсветку, потому что здесь нет естественного освещения, и когда я захожу днем, не хватает спотов, если честно, вот. Мы проходим в гардеробную, и честно скажу, что это моя самая главная печаль и боль, потому что сейчас я бы сделала все по-другому. Мне казалось, что гардеробную никто не видит, что это только для меня и для Макса, поэтому пусть она будет, ну, мы сэкономили конкретно на этой гардеробной. Мы заказывали ее в Икеа, она была раньше вот таких размеров, потому что здесь были детские кровати. Сейчас я бы сделала очень красивую гардеробную, где мне все устраивает. Я захожу сюда как минимум пять раз в день, и, честно говоря, она получилась не совсем такой, как я бы хотела. Но на ошибках учится. Так, дальше, чтобы я еще изменила. Мне не хватает света. Здесь всего два потолочных спота, и мне не хватает света. Как я решила эту проблему, чтобы не штробить стены, чтобы не проводить электричество, я заказываю вот такие вот светодиодные панели. они на магнитной ленте, поэтому оп, работают от датчиков движения. Поэтому, когда я захожу в гардеробную, они включаются, ухожу, 20 секунд они светят и гаснут. Очень удобно, особенно ночью. В гардеробной у нас хранится вообще все, и даже какие-то такие небанальные вещи, например, увлажнитель, баскетбольные мячи Макса. Как вы думаете, где они лежат? Они лежат в моих сумках, которые должны держать форму и их нужно чем-то набивать. Еще один в рюкзаке. Вот как раз та самая дверь в гардеробную, которая здесь была изначально. Она вот такого размера и, собственно, вот такой высоты была гардеробная. И вот здесь она заканчивалась, где заканчивается серый пол. Поэтому, увеличив гардеробную, мы получили супер много мест для хранения и много воздуха. Вот и подошел к концу наш рум-тур. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, я постараюсь на все ответить. Пока-пока! Привет, InMyRoom! Рада вас видеть! Проходите! InMyRoom это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки. Меня зовут Марина Трошина, я дизайнер интерьеров. И сегодня я покажу вам красивую двушку в Сталинке, в которой мы сделали необычную перепланировку, чтобы впустить в нее больше света и пространства. Квартира располагается в доме 56-го года постройки. Изначально данные были у квартиры очень хорошие. Общая площадь 56 квадратов, высокие потолки 3 метра, большие окна. Все окна выходят в тихий зеленый двор. Конечно, были и свои недостатки. Например, работающий мусоропровод, с которым надо было что-то делать. Не совсем удобно расположены стояки горячего и холодного водоснабжения, которые располагались после сноса перегородок практически посередине помещения. И был такой нюанс, который смущал хозяйку квартиры. Это то, что все окна выходят на юго-восток. Не самая солнечная сторона света. Прямых солнечных лучей здесь практически не бывает. Поэтому основным пожеланием хозяйки было создать максимально жизнерадостный, максимально светлый интерьер, пустить побольше света в квартиру, что мы и постарались воплотить. Интерьер создавался для женщины, которая проживает одна. Она, несмотря на свой достаточно солидный возраст, ведет активный образ жизни, имеет массу увлечений, и интерьер стал отражением ее яркой, жизнерадостной личности. Изначально заказчица планировала объединить кухню и гостиную, но так как от газа она отказываться не хотела, то от этой идеи мы решили отказаться. Вместо этого я предложила ей организовать анфиладную планировку, при которой у нас гостиная является центральным помещением, а входы на кухню и спальню из гостиной располагаются на одной оси. Такая планировка имеет мощный визуальный эффект, она расширяет пространство и в конечном счете полностью преобразила эту квартиру. В результате перепланировки у нас получилась просторная гостиная, кухня, спальня, небольшая прихожая, гардеробная и кладовка при входе в квартиру и совмещенный санузел с мини-прачечной. Сейчас мы находимся на кухне и я расскажу вам подробнее про отделочные материалы, которые здесь применялись. На полу у нас цементная плитка ручной работы. Мы выбрали рисунок, выбрали цвета и мастера на заказ изготовили ее для нас. Рисунок плитки такой ажурный, нежный, перекликается с гипсовой лепниной на потолке. На кухне используется прием color blocking. Это яркий кухонный гарнитур на фоне белых стен. Верхнюю линию шкафов мы постарались максимально облегчить белые шкафы с полупрозрачными фасадами. Кухонный гарнитур выполнен из МДФ в эмали такого насыщенного терракотового цвета. Столешница и стеновая панель выполнены из кварцевого агломерата белого цвета. Белая столешница отличное решение, она всегда выглядит празднично и даже немного нарядно. Мойка у окна была основным из пожеланий хозяйки. И чтобы воплотить его в жизнь нам нужно было во-первых совместить уровень столешницы с уровнем подоконника. В принципе это было легко сделать, так как окна в квартире мы все меняли. Изначально на кухне были пластиковые окна в достаточно толстом переплете и в нынешнем интерьере они посмотрели слишком грубо. Далее мы убрали радиаторы под окном и решили на кухне ограничиться только теплым полом. В принципе этого достаточно и зимой здесь тепло и комфортно. Оконные откосы мы оформили МДФ панелями с такой раскладкой они также придают некую торжественность нашему интерьеру. Кухонная вытяжка она выполнена в строительном исполнении это короб из гипсокартона который также облицован кварцевым агломератом. В квартире газовая плита поэтому было важно предусмотреть лючок для обслуживания газового крана. Он у нас спрятан в задней стенке одного из шкафчиков. В целях экономии места на кухне предусмотрена духовка совмещенная с микроволновкой. На кухне установлена керамическая мойка это неплохой практичный вариант измельчитель пищевых отходов без которого в общем-то уже сложно представить современную кухню фильтр для воды и дозатора для жидкого мыла. Так как мойка располагается у окна сушку для посуды мы предусмотрели в нижней линии шкафов вот она у нас здесь расположена здесь у нас бокс для хранения приборов в дереве вот здесь например из этой же серии подставка под сковороды и крышки посудомойка располагается между холодильником и раковиной это наиболее удобное место для нее она небольшая шириной 45 сантиметров но в принципе для проживания одного человека этого достаточно верхняя линия шкафов не перегружена хранением здесь располагаются фужеры бокалы и красивая посуда для праздника встроенный холодильник компактно расположен в углу здесь он не перегружает собой пространство и не бросается в глаза зато фокусной точкой помещения является обеденный стол с красивым светильником над ним нижняя часть стены выкрашена в цвет нижних кухонных фасадов это дает некий визуальный эффект такой обволакивающий ну и к тому же это практично потому что нижняя часть у нас расположена рядом с кухонным столом в старом интерьере между кухней и ванной комнатой было предусмотрено световое окно его же мы решили оставить и в новом интерьере для того чтобы больше света попадало в нашу ванную комнату круглый обеденный стол выполнен из массива и шпона дуба стулья также выполнены из массива с такой очень уютной венской соломкой у инмайру есть свой телеграм-канал там разные идеи для интерьеров скидки и акции от партнеров а также анонсы новых видео и подкастов подписывайся ссылка в описании на кухне предусмотрено три сценария освещения первый это освещение над обеденным столом второй это рабочая подсветка столешницы при помощи подвесных трековых светильников она используется чаще всего ну и третья вспомогательная это подсветка рабочей зоны под шкафчиками из кухни мы попадаем сразу в гостиную это основное помещение квартиры здесь хозяйка проводит большую часть своего времени в гостиную у нас функционально две зоны рабочая зона у окна и зона отдыха с телевизором и диваном диван здесь раскладной на случай если у хозяйки остановятся гости телевизор выполнен в тонкой раме с выносным блоком для подключений в стене у нас заложен кабель проход и выносной блок прячется в тумбе под телевизором на стенах у нас рама из молдингов такой рисунок он задает некую чистоту которая также работает на увеличение помещения практически вся корпусная мебель в этой квартире выполнялась на заказ в столярной мастерской и эта витрина не исключение она выполнена из массива дуба и также функционально продумана ее внутреннее наполнение мы согласовывали вместе с заказчицей в гостиной предусмотрено три сценария освещения первое это общее освещение это трековые подвесные светильники второе это светильник над столом на такой тонкой графичной ножке и третье вспомогательный вариант это бра за диваном in my room это маркетплейс где собраны тысячи товаров от сотен производителей и что удобно все в одном месте один заказ один менеджер одна доставка из гостиной мы попадаем в спальню самое яркое помещение в нашей квартире спальня довольно небольшая одиннадцать квадратных метров с небольшим и поэтому мы решили не перегружать ее мебелью функционально нам требовалось кровать и шкаф для одежды эти два предмета мы решили объединить в один конструктив предусмотрев кровать в такой акцентной нише чтобы усилить эффект анфилатной планировки напротив входа в спальню мы предусмотрели зеркальные фасады шкафа они визуально опять же расширяют пространство отражают цвет который падает на них из окна и просто украшают помещение изюминкой спальни является яркое панно с крупным рисунком вообще считается что любой рисунок сужает пространство и перегружает его но это не так надо правильно его выбирать и здесь я потратила достаточно времени перебрала несколько вариантов в итоге мы остановились на таком ярком рисунке который наоборот расширил пространство спальни и создал даже как будто некую перспективу напротив кровати требовался телевизор он также плоский с выносным блоком для подключений здесь в стене также проложен кабель провод и по нему и далее по плинтусу кабель до блока приходит вот сюда в закрытый шкаф и здесь прячется вместе с приставкой и проводами с обеих сторон от кровати мы предусмотрели вот такие полочки и также глазки для чтения в такой небольшой по площади спальне располагается масса места для хранения во-первых вместительный шкаф боковые секции у нас также используются кровать у нас с подъемным механизмом внутри можно хранить сезонные одеяла подушки покрывала и также на всю длину шкафа предусмотрена антресоль для редко используемых вещей внутреннее наполнение шкафа мы также согласовывали заказчицей здесь в основном используются штанги полки выдвижные ящики но вот в данной секции есть еще пантограф и брючница в спальне есть выход на небольшой балкон с которого открывается вид на высотку МГУ символ этого района вокруг которого он и образовался балкон не утеплен просто застеклен чтобы на него не летели пыль и грязь с улицы на полу у нас плитка в спальне также предусмотрены различные варианты освещения это люстра которая носит больше декоративный характер и дает такой мягкий рассеянный свет это техническое освещение трековое которое в основном у нас отвечает за зону перед шкафом и это бра у кровати подписывайтесь на все площадки где есть MyRoom там собрано много интересных идей для обустройства своего дома или квартиры а если вы хотите стать героем нового выпуска присылайте фотографии своего готового интерьера вот на эту почту прихожая отделена от гостиной стеклянной перегородкой которая пропускает свет перегородка обрамлена наличниками и помимо своей основной функции несет также декоративную служит украшением помещения в перегородке используется матовое стекло с одной стороны оно пропускает свет а с другой стороны создают необходимую приватность ну и кроме того это практично на матовом стекле не видны отпечатки пальцев главной фишкой прихожей являются деревянные панели которыми обшита стена с входной дверью и сама входная дверь это с одной стороны красивое а с другой стороны очень практичное решение на панели у нас расположены крючки для верхней одежды и сумок а также зеркало оно открывается и за ним прячется электрический щиток стеновая панель выполнена из МДФ в шпоне дуба с раскладкой из массива дуба это довольно трудоемкое изделие было важно подобрать шпон и массив под цвет также склейка частей производилась на производстве и на объект панель привезли практически полностью смонтированную уже привезли так как если монтировать это все на объекте то стыки уже не выглядели бы так эстетично в прихожей располагается небольшая банкетка совмещенная с тумбочкой ее также делали на заказ здесь располагаются выдвижные ящики для хранения мелочи каких-то средств для ухода за обувью и непосредственно ящик для размещения часто используемой обуви при перепланировке нам удалось организовать дополнительно в прихожей еще вот такой хозяйственный шкаф непосредственно у входа в ванну здесь хозяйка хранит гладильную доску сушилку для одежды утюг какой-то складной табурет также шкаф еще пока не заполнен полностью но в будущем здесь можно будет разместить много всяких разностей в выдвижных ящиках у нас располагаются полотенце постельное белье внизу предусмотрена секция для хранения ведер и тазов из прихожей мы попадаем в гардеробную по своему наполнению она достаточно разнообразная помимо стандартных штанг и полок здесь также используются выдвижные корзины различной глубины брючницы специальные полки для обуви в своих проектах я всегда стараюсь хранение вынести в отдельные помещения если это конечно получается потому что с точки зрения функциональности гардеробная всегда предпочтительнее обычного шкафа гардеробная очень вместительная хозяйка пока еще только обживается в квартире поэтому гардеробная заполнена далеко не полностью но в будущем я думаю она порадует ее своей вместительностью в гардеробной мы использовали потолочное освещение точечные светильники здесь их достаточно много чтобы создать хорошую освещенность потому что в зоне хранения вещей это важно изначально в квартире были отдельные ванная комната и санузел но мы решили что для одного человека совмещенный санузел будет комфортнее здесь мы предусмотрели очень много места для хранения во-первых большой вместительный шкаф в котором у нас располагается стиральная и сушильная машина в колонии мы не решили не закрывать машины фасадом так как в принципе они не бросаются в глаза и не портят нам эстетику это основная рабочая секция шкафа здесь у нас предусмотрены выдвижные корзины для грязного белья небольшие ящики для каких-то хозяйственных мелочей и полки для хранения бытовой химии в квартире есть бойлер на 50 литров для одного человека этого вполне достаточно бойлер прячется в крайней секции нашего шкафа вот здесь вот так со стороны ванной выглядит наше световое окно благодаря которому в дневное время и особо ясные дни здесь можно даже не включать свет возвращаемся к хранению под столешницей у нас вместительная тумба лишь одна секция здесь закрывается фальшпланкой и в нижней секции есть небольшой вырез под коммуникацией все остальные ящики в этой тумбе полнофункциональные вся сантехника в квартире встроенная это не самый бюджетный вариант но очень удобный например смеси такой встроенный смеситель над раковиной в процессе эксплуатации практически не пачкается в отличие от обычного который устанавливается на столешницу зона душевой и туалета отделена от зоны умывальника таким торжественным порталом он также украшает нашу небольшую ванную душевая у нас в строительном исполнении на полу в душевой уложен матовый нескользящий керамогранит сантехника в матовом золоте служит таким своеобразным акцентом на доинсталляции унитаза у нас располагается ревизионный люк сейчас мы его откроем вот таким образом он у нас открывается здесь у нас контроллер датчиков протечки воды и вся наша гребенка в зоне душевой и туалета у нас размещаются небольшие ночь функциональные полочки здесь установлен электрический полотенцесушитель в проектах я стараюсь устанавливать именно электрические они более функциональные более надежные более простые в установке а на потолке у нас используются точечные светильники вот и подошел к концу наш выпуск спасибо что посмотрели до конца если у вас остались какие-то вопросы или мнения пишите их пожалуйста в комментариях я буду на все отвечать привет in my room добро пожаловать в гости меня зовут Екатерина Любимкина я архитектор и дизайнер я Маргарита занимаюсь управлением продуктом работаю в IT и в этом выпуске мы расскажем вам как мы сделали ремонт в сталинском доме сохранив при этом максимально все исторические детали и при этом мы обошлись практически без припланировки при этом мы смогли вставить много ярких акцентов и сделать интерьер современным мы находимся в сталинском доме недалеко от станции метро Белорусская он был построен в 1949 году площадь квартиры 78 квадратных метров и здесь живу я вместе с котом когда я выбирала квартиру она мне сразу понравилась за счет того что здесь есть два балкона здесь есть эркер высокие потолки много воздуха пространства и это сразу подкупило но состояние квартиры было очень-очень грустное здесь никогда с момента постройки не делали ремонт то есть все было очень покошено паркет когда-то был супер красивый но не подлежал восстановлению вот здесь была огромная протечка которой было там больше десяти лет и выглядело это все очень печально да но тем не менее среди всего этого мы разглядели уникальные детали это во-первых лепнина розетки все из этого мы безусловно сохранили также была дополнительная усложняющая задача достаточно большой объем мебели был уже куплен и его необходимо было вписать в новый интерьер одно из пунктов в техническом задании на проектирование интерьера было так же что Маргарита просила нас разместить как можно больше комнатных растений и именно тогда нам пришла мысль развить эту тему и сделать в этой квартире своеобразные такие городские джунгли когда буйство зелени оно входит практически в каждое помещение и тем самым оживляет и украшает и так безупречное пространство этой квартиры ну что пойдем посмотрим что получилось давайте начнем наш рум-тур с кухней и я расскажу вам как мы обошлись с этим помещением первое мы расширили проем для того чтобы визуально интегрировать помещение кухни в общую анфиладу которая у нас возникает с гостиной и с коридором также можно сказать что наша цветовая схема она пошла от плитки на полу то есть мы увидели эту плитку и поняли что она объединяет в себе все оттенки которые мы хотели бы использовать в кухне при планировании конфигурации кухни мы безусловно учитывали все технологические требования которые предъявляются кухне в частности это так называемый технологический треугольник это соотношение расположения варочной панели раковины и холодильника то есть наблюдается определенный треугольник который разделен между собой рабочей поверхности для того чтобы максимально комфортно организовать процесс приготовления еды что касается отделочных материалов то кухня выполнена из фасадов ЛДСП под дерево фасады ЛДСП темно-зеленого оттенка шалфея который у нас прошел лейтмотивом через всю квартиру и соответственно столешница ЛДСП которая является наиболее практичным поскольку это старый дом безусловно здесь газовая варочная панель и нам пришлось немножко подумать как спрятать эти коммуникации при этом чтобы они остались в доступе для системы для мозгаза в частности вот здесь у нас проходит газовый стояк который мы не стали зашивать мы просто выкрасили его в насыщенный цвет стены он практически сливается в данный момент и еще интересная деталь которую мы применили это съемный короб который закрывает газовый отвод при необходимости он демонтируется и легко можно осуществить какое-то сервисное обслуживание газового оборудования что касается фартука то здесь применена базовая плитка так называемая плитка метро метро мы поставили ее вертикально для того чтобы еще больше подчеркнуть высотные характеристики данной квартиры сама кухня у нас практически до потолка и это нам позволило сделать большое количество мест хранения при этом в центральной части над мойкой мы приняли решение добавить больше воздуха поскольку опять же газовая варочная панель мы предусмотрели нормативное расстояние 75 сантиметров от поверхности варочной панели до вытяжки из-за этого у нас получился небольшое повышение то есть в целом вытяжка у нас спрятана в короб все закрыто еще также остаются небольшие места хранения под варочной панелью у нас удобный ящик за резиновым фасадом находятся ящики для хранения посуды здесь мы использовали максимальное пространство для хранения посуды тут у нас находится посудомоечная машина под мойкой у нас мусорное ведро и система сифонов для обслуживания напротив находится холодильник и духовой шкаф с микроволновкой мы предусмотрели открытые стеллажи в крайней части кухни для того чтобы необходимые часто используемые вещи всегда были под рукой и не тратилось время на открывание фасадов также это визуально облегчает кухню и опять же подчеркивает высоту зона обеденного стола в нашем проекте очень важна потому что она просматривается из гостиной для того чтобы сделать эту зону более эргономичной нам пришлось развернуть радиатор отопления потому что он находился на месте диванчика в частности в диван мы добавили функцию системы хранения то есть под матрасом у нас есть возможность приподнять верхнюю крышку и там же опять хранить какие-то вещи кстати если вы не знали у InMyRoom есть телеграм-канал в котором регулярно выходят обзоры интерьеров различные акции бонусы и анонсы новых видео так что подписывайтесь ссылка будет в описании найдете очень много полезной информации мы зашили элементы отопления в короб из гипсокартона но при этом конечно же оставили экран для того чтобы циркуляция теплого воздуха проходила грамотно также можно сказать про обеденную группу стол со стульями мы подобрали сочетаемость натуральных материалов то есть это ротанг и черный каркас самого стула и примерно в такой же стилистике у нас стол то есть столешница под дерево и черные контрастные ножки если вам понравились элементы стулья и стол похожие вы можете найти на marketplace in my room в этом помещении состояние потолка было не очень хорошим и в принципе лепнина была довольно простой лаконичной формы поэтому мы приняли решение понизить потолок и заменить существовавшую лепнину на очень похожую но в современном исполнении это нам также позволило более свободно обойтись со световыми сценариями то есть мы разместили встроенные светильники которые дают общее освещение мы добавили также вот это наше решение которое встречается у нас практически во всех помещениях квартиры это отраженный свет благодаря бра которые светят в потолок и дают очень мягкое освещение отраженным светом от потолка также это вот это такое мы его называем антуражное освещение над обеденной зоной собственно можно оставить только его и создать очень мягкую уютную атмосферу в этом помещении для того чтобы было удобно и комфортно готовить мы предусмотрели яркую подсветку рабочей зоны нейтральным светом с кухни есть выход на открытый балкон с очень красивой решеткой и мы также подобрали напольную плитку с более мелким рисунком диагональным который сочетается с плиткой в основной части зоны нашей кухни ну и главное пространство это квартира это конечно гостиная она необычно как минимум своей формы потому что здесь есть вот этот прекрасный эркер мы разместили там большое количество живых растений и повесили вот это прекрасное ротанговое кресло что нам позволило это сделать это несущие конструкции дома которые располагаются как раз в удобном для нас месте это балка которая отделяет эркер от жилой части квартиры именно благодаря этому нам удалось вкрутить надежно крюк для того чтобы это кресло сюда подвесить мы безусловно сохранили все исторические детали которые здесь были это вот этот прекрасный карниз розетка центральная и также вот эта лепнина которая украшает несущую балку дело в том что изначально здесь была не очень красиво решена система отопления то есть трубы шли буквально повторяя форму эркера и в открытом доступе их было видно и конечно же нам очень хотелось как-то спрятать эту историю но не нарушить при этом теплотехнические показатели поэтому приняли решение создать вот такую систему из зашивки гипсокартона и разместили экраны напротив самих блок батареи для того чтобы эта часть у нас смотрелась как зона отделанная панелями и в частности еще стоит отметить что мы всячески изобретали приемы как систему отопления сделать более эстетичной и в данном случае наверху мы видим два стояка отопления которые нас вонзаются в лепнину для того чтобы деликатно обойтись с этим моментом не нарушив и не прервав карниз мы приняли решение создать вот такой фальшкорб который мы оборвали ну как бы в зоне нижнего карниза который оформляет обрамляет эркер и отделали его просто тоненьким молдингом который мы пустили также по всему периметру помещения поскольку помещение само по себе вытянуто мы немножечко решили его сузить для этого торцы помещения мы покрасили в более насыщенные и темные оттенки то есть темно-зеленый на левом торце этот цвет мы поддержали в бра которые у нас расположились над зоной дивана и этим же оттенком мы выкрасили портал нашего эркера на которых разместились вот такие прекрасные резкие птицы светильники также мы добавили акцентное решение в тв-зоне это обои с печатью мы очень долго подбирали рисунок чтобы опять же вот эта тема городских джунглей максимально раскрылась и при этом чтобы они интегрировались в общее решение нашей гостиной чтобы стык был аккуратным мы решили отбить вот эту фреску молдингами под покраску в тв-зоне у нас стоит довольно лаконичная тумба под цвет оттенок дерева орех который у нас также возникает в остальной мебели которая здесь появляется и мы применили решение по сути это часть так называемый весьма известный люстра паук но в нашем случае он только на две лампочки одна центральная остается на фоне розетки и мы повесили сюда большой абажур который действительно объединяет становится центром этой комнаты и от него отходит витой провод который мы просто подвязали к потолку и расположили над обеденным столом это позволяет не прикасаясь к несущим конструкциям тем не менее решить вот таким деликатным образом действительно важный вопрос с освещением также мы добавили акцентная бра над диваном как я уже сказала и тот же самое решение которое у нас повторюсь во всех помещениях встречается это бра с отраженным светом очень рекомендуем вам Marketplace in my room потому что там есть тысяча товаров и вы можете все выбрать связаться с одним менеджером оформить заказ и вам это привезут все одной доставкой таким образом мы решили зону дивана это очень удобное сочетание прямого дивана и пуфика который может быть ну он довольно мобилен что позволяет уютно и удобно разместить гостей которые приходят кстати такой же диван есть на Marketplace in my room рядом между диваном и обеденным столом который является дополнительным местом в котором гости могут расположиться находится винный шкаф проходим в спальню эти белые двери мы пришли на замену тех которые были то есть вот это вот наследие сталинских домов в чем оно хорошо то что конечно широкие проемы и такие представительные истории возникают также помимо этой идеи которую мы можно сказать переняли здесь есть та самая винтажная люстра которая осталась от предыдущего ремонта в техническом задании маргарита маргарита нас очень просила использовать вот такое панно с крупными цветами поскольку оно ей очень нравилось и соответственно вся цветовая композиция цветовое решение интерьера оно было повзаимствовано из оттенков которые мы видим здесь а также мы подобрали кровать в тон кстати похожую вы опять же можете найти на in my room и дополнили это спокойным текстилем на шторах что еще интересного можно сказать по поводу решений которые мы здесь разрабатывали и применили это опять же то что мы как и в гостиной сражались с довольно неуклюжей и неэстетичной разводкой системы отопления которая предполагалась в этой квартире то есть у нас стояк опять же проходит в самом углу и через все помещение через всю весь простенок шли горизонтальные трубы которые подходили к двум радиаторам и также вот на этом простенке довольно небольшом располагались две батареи два отопительных прибора и было не вполне логично закрывать весь этот простенок шторами чтобы их скрыть собственно поэтому и родилось вот это решение которое мы сделали во всем помещении это так называемые панели которыми мы постарались отбить нижнюю часть помещения что нам это дало то что в рамках этой идеи мы зашили отопительные приборы в короб ГКЛ и выполнили вот такого плана панели по сути мы покрасили вот этот короб в белый цвет и покрасили это все в единый белый оттенок благодаря чему создается впечатление что это все те же панели но решены они были за три копейки если мне не изменяет память бюджет всего вот этого решения был порядка 40 тысяч рублей еще можно рассказать про технические приборы которые у нас здесь поселились в частности это блок кондиционера который находится на фоне темных обоев изначально мы подбирали его полностью черным но там была небольшая накладка с поставщиками поэтому в итоге небольшие серебристые вкрапления появились но тем не менее гораздо менее заметен чем белый если бы он был белым и также мы установили так называемую приточную систему вентиляции также в спальне нам удалось разместить небольшую зону рабочего места около окна здесь можно регулировать количество естественного света шторкой потому что тут у нас присутствует окно ну и конечно стоит отметить что еще одно помещение с выходом на балкон мы сделали панорамные окна чтобы во-первых максимальное количество света проходило внутрь и для того чтобы открыть вид на безумно красивый сталинский фасад который видит за окном поскольку в этом помещении у нас также стояла задача сохранить историческую лепнину мы применили все то же самое решение это бра настенные которые дают очень мягкий отраженный свет также в зоне кровати мы сделали два крупных бра со стеклом они придают торжественности этому помещению и над туалетным столиком тоже небольшое бра с таким текстильным плафоном с зеленым оттенком который перекликается с изумрудными тонами которое очень хорошо оттеняет и является дополнительным цветом к терракотовым оттенкам которые здесь применены и доминируют кстати когда мы первый раз попали в квартиру вот этот цвет он присутствовал в старом интерьере и отчасти мы все так же благодаря ему сделали вот этот мостик между эпохами то есть он тоже тут не случайен и мне кажется он весьма удачно подчеркнул всю историю если вы ищете интересные интерьеры и лайфхаки подписывайтесь на все платформы где есть в спальне мы установили большой вместительный шкаф с белыми фасадами чтобы он сочетался с нашими панелями по периметру помещения и с контрастными черными ручками шкаф очень вместительный в нем есть все типы хранения ну как бы все типы хранения одежды то есть тут есть и полки и вешала и штанги и выдвижные ящики что очень удобно для того чтобы все грамотно и аккуратно разместить вот в частности также мы применили внутри подсветку подсветка срабатывает при открывании двери это тоже очень удобное решение потому что в шкафах бывает сложно увидеть ту самую вещь которую ты хочешь одеть именно сегодня в темноте и соответственно мы очень часто подводим электрику к нашим шкафам чтобы вот таким образом облегчить выбор мы в ванной комнате совмещенной с санузлом здесь мы применили решение из трех разных типов покрытий стен мы не хотели полностью закатывать в плитку потому что это как-то очень мрачно и грустно вот сделали такой колорблок из плитки покрашенных стен и обоих которые акцентно здесь работают и покрашены специальным лаком чтобы они от влажности не развалились здесь есть нестандартное техническое решение она немножко выдвинута от того места где она органично должна была бы быть дело в том что здесь проходит стояк который не позволял поставить достаточно большую ванну и ее немножко подвинули сделали нишу в которой можно делать либо какую-то декоративную штуку либо хранить флаконы очень удобно ставить вот такие свечки горящие или бокал вина вот дальше здесь у нас раковина спрятанная стиралка здесь спрятаны все коммуникации бойлер трубы счетчики вот эти все дела они закрыты дверцами дверцы покрыты тоже обоями и практически незаметно что там эти дверцы есть все спрятано под акцентным рисунком здесь есть решение со светом следующее что два висячих плафона которые добавляют очень интересные акценты и основное освещение выполнено с потами 6 штук ну и на потолке есть еще вытяжка что в принципе логично для ванной изначально в квартире был разделенный санузел был туалет была ванна и здесь была сделана некоторая перепланировка во-первых их объединили что можно заметить во-вторых перенесли ряд коммуникаций в другие места например вот здесь вот был полотенцесушитель родной с водяными штуками сейчас он приехал сюда стал электрическим и в принципе его можно по желанию использовать или не использовать также опустили немного потолок чтобы спрятать колено сантехнической трубы которая в квартиру выше заходит несколько иначе чем сюда в зоне прихожей мы положили ту же самую плитку что и на кухне для того чтобы объединить разные пространства справа и слева от дверей в спальню двухстворчатых есть большие шкафы для хранения мы их расширили по высоте для того чтобы максимально эффективно ими пользоваться изначально мы хотели применить здесь створки так называемые жалюзи на решетке но поняли что на такой высоте они будут слишком неустойчивы будут играть поэтому приняли решение сделать вот такие цельные фасады с имитацией филенки в принципе вот эта ось входа в спальню она задала решение симметричное для этого пространства и зеркало является скажем так осью симметрии справа слева от зеркала расположена бра куда можно посадить при желании цветок кстати похоже вы можете найти на инмайру и соответственно две обувницы в которых могут можно хранить не только обувь но всякую молочевку что касается вот этих шкафов то мы также сделали подсветку внутри для того чтобы было максимально удобно найти необходимую вещь у нас здесь находятся розетки внутри шкафов и можно заряжать технику пылесоса и прочее молдингами мы обыграли эту симметричную историю и соответственно выкрашено это все в светло-светло-зеленый оттенок тот же самый который у нас встречается в гостиной ну собственно дополнили образ мы двумя постерами которые кстати рисовала Маргарита и тем самым этот арт он очень удачно внедрился в общее колористическое решение и весьма здорово дополняет и мы решили добавить графичности тем что мы подчеркнули часть карниза мы выкрасили в оттенок стены для того чтобы более графично все это смотрелось и была такая динамичная перекличка непосредственно в зоне прихожей мы разместили шкаф с местом для сидения где можно устроиться и удобно переобуться соответственно несколько вешалок для курток и зеркало с поверхностью для сумочки когда мы приходим соответственно здесь полки в которые также можно разместить необходимые вещи сейчас в подъезде идет ремонт именно поэтому дверь пока не распакована точнее она запакована снова в пленку щиток электрический с автоматами размещен при входе здесь довольно удобно все подписано и можно управлять группами освещения розеток и приборов тут у нас находится электросчетчик для того чтобы снимать показания ну а при входе пока вот такое решение с обувницами в которых также всякая мелочь может разместиться стык плитки инженерной доски мы сделали без профиля мы очень не любим стыковочные профиля потому что они вечно являются таким препятствием куда забивается пыль и прочее и в общем-то здесь мы обошлись тем что очень аккуратно строители подошли обрезной инженерной доской к плитке и мы просто затиркой этот шов затерли и в итоге это не создает никаких преград и выглядит вполне эстетично и аккуратно а в задней длинного коридора мы расположили один длинный шинопровод с прожекторами которые можно при необходимости передвигать вдоль помещения это опять же нам сделало проще подключение потому что к длинному светильнику мы делаем подвод электропровода только в одном месте и благодаря этому решаем освещение практически во всем помещении единственная зона которая подверглась перепланировке это центральная часть квартиры коридор мы его расчистили убрали лишние перегородки увеличили проемы как в кухню так и в гостиную для того чтобы создать здесь больше воздуха и чтобы не создавалось впечатление какой-то замкнутости искованности и это пространство мы использовали под места хранения мы сделали шкаф в потолок он очень эргономичен тем что здесь 4 идентичных отделения с полками в которых можно хранить все необходимое и также для того чтобы он не смотрелся громоздко мы добавили вот эту историю с открытыми полками для декора и для того чтобы разбить монотонность по высоте и также вот это сочетание материалов это темный цвет шалфея как мы его назвали в этом проекте и вот эта часть она у нас выполнена под дерево для того чтобы опять же внести вот эти нейтральные мотивы также мы расширили пространство повесив зеркало а справа мы от двери в санузел мы разместили открытые полочки для декора которые также просматриваются от входной двери и тут на стенах у нас опять же буйство красок и сочетание то есть в целом этот цвет шалфея сочетается у нас с простенком в темно-сером оттенке и вот этот терракотовый цвет стен который у нас присутствует он также здесь возник вот и закончился наш рум-тур надеюсь вам понравилось а если у вас остались какие-то вопросы пишите комментарии мы постараемся на все ответить пока пока привет in my room добро пожаловать меня зовут Потапова Анастасия я совладелица дизайн-бюро умбюро также я преподаватель британской школы дизайна и хомстейджер хочу вам показать наш новый проект на Щербаковской в этом выпуске вы увидите как мы в Сталинке обновили все инженерные коммуникации и фактически из двушки сделали трешку мы находимся на востоке Москвы это дом сталинского периода постройки 57 года индивидуальный проект дома квартира 56 квадратных метров наши заказчики молодая семья они и маркетологи и преподаватели британской школы дизайна так мы и нашли в целом друг друга перед нами стояла задача от наших заказчиков сделать изменяющийся интерьер под их цели семья пока без детей но планирует иметь его в ближайшем будущем поэтому мы должны были учесть это в нашем дизайн-проекте наши заказчики приверженцы классики но на момент согласования проекта и подбора самого дизайна мы смогли их немножко перетянуть в сторону современности и реализовать проект в стиле современной классики посмотрите что у нас получилось маркетплейс на майрум это очень удобное место где собраны тысячи товаров от разных производителей это один заказ один менеджер одна доставка очень удобно для оформления вашего интерьера давайте начнем с прихожей до ремонта здесь было все совершенно по-другому наверху была огромная длинная антресоль которая очень сильно скрадывала пространство и создавала очень сильное давление сверху сейчас свободный высокий потолок посмотрите как красиво получилось у нас с правой стороны раньше находился шкаф встроенный не очень глубокий до потолка на этой же стене фронтальной перед входом находилась дверь в санузел что было очень неудобно санузел был перестроенный санузел был не согласованный с нарушением абсолютно всех перепланировок нам пришлось его полностью сносить и выстраивать стены там внутри заново вот такая прихожая у нас получилась сейчас стены у нас покрашены краской полуглянцевой на фронтальной стене перед входом у нас красивые обои с обезьянками которые позитивно встречают всех приходящих в квартиру такой яркий момент во всей отделке нашей квартиры именно этот кусочек стены и дальше еще будет в туалете я вам покажу обязательно ну и конечно большое зеркало которое крайне необходимо всем жильцам женщинам и мужчинам чтобы красиво выходить из дома и возвращаться с улыбкой домой вместо того неудобного шкафа с раздвижными дверцами в котором было очень неэргономичное хранение мы выстроили гардеробную комнату в которой у нас поместилось и хранение верхней одежды и обуви и долгосрочное хранение и даже постирочное обратите внимание на эту удобную сдвижную дверь она здесь выбрана не случайно у нас по бокам гардеробной есть стены чтобы туда встраивать шкафы по бокам но эти стены недостаточно для того чтобы делать сдвижную дверь и так мы оказались в коридоре раньше он представлял себя очень длинный темный и низкий тоннель здесь была стена глухая сверху была низкая антресоль на всю площадь потолка этого коридора сейчас же мы открыли пространство убрали ненужную совершенно в современном интерьере антресоль убрали вот эту стену мы убрали эту перегородку оставили несущую балку поставили легкую конструкцию в которую встроили телевизор дальше мы об этом посмотрим в гостиной но возвращаясь в коридор посмотрите у нас пол единый из прихожей в кухню весь он со встроенным теплым полом и сейчас мы вместе с полом переходим на кухню и вот в итоге мы находимся на кухне она была совершенно другой до ремонта она была темной обшита вся деревом вагонкой покрашенной в оранжевый цвет ну оранжевым лаком сейчас посмотрите какое-то светлое помещение у нас часть стены выкрашена в синий цвет она продолжает синий цвет из прихожей переходя на кухню дальше растворяется в районе балкона и переходит уже в синий серый голубой фартук нашей белой кухни покрасив кондиционер в цвет нашей стены мы визуально его спрятали смотрите какой интересный лайфхак напомню вам наши заказчики молодая пара и супруг очень тщательно подходил в момент составления дизайн проекта к выбору всего и в том числе к выбору кухни как к центру подтверждения любой квартиры супруг очень высокого роста под 2 метра его же супруга стандартного женского роста в районе 160-65 сантиметров и супруг очень сильно настаивал чтобы столешница на кухне была высокой под его рост здесь столешница не типовая она метр 5 сантиметров достаточно высоко даже для меня видите мой рост в районе 165 сантиметров но в итоге эксплуатации эта столешница оказалась очень удобна для них обоих и ему удобно готовить и супругу очень довольна у нее не устают руки не устает спина резать готовить кашеварить мыть посуду вы наверное заметили у нас здесь газовая поверхность но совсем не видно трубы мы ее не спрятали она совсем у нас здесь фальш поверхность созданная из керамогранита нашими строителями она легко снимается открывая доступ к крану перекрывающему газ материалы нашей кухни это кварцевая столешница фасады из массива под латунь наши ручки под латунь раковина и смесители и под латунь мы даже сделали уголочки на стыке плитки и стены под зоной готовки у нас очень удобное хранение крупной посуды для готовки и инвентаря и инвентаря тоже для готовки лоточков и всяких приспособлений дальше у нас хранение посуды для ежедневного использования вместо сушки которые обычно устанавливают над раковиной здесь же они хранятся рядом с посудомойкой сверху у нас ящик для хранения приборов под раковиной у нас установлено оборудование это фильтр для воды и измельчитель отходов мы смогли установить измельчитель отходов в Сталинке потому что здесь был капитальный ремонт и заменены канализационные трубы дальше с этой стороны у нас есть очень удобное отделение смотрите такого вы точно еще не видели здесь мы храним половники поварешки и все остальное то что обычно хранится на рабочей поверхности и очень сильно засоряет визуально ее здесь же убраны масла доски посмотрите прихватка причем прихватка удобно функционально находится рядом с духовкой чтобы сразу достать горячее блюдо и еще один интересный момент вот в этом ящике у нас установлена мусорка посмотрите не под раковиной как это обычно а вот здесь внизу с раздельным сбором мусора под духовкой у нас морозилка и рядышком огромный вместительный холодильник с кучей вкусных и теперь расскажу про верхние шкафчики здесь у нас зона духовки и хранения тут бокалея хранится чай макароны орешки над мойкой хранение бокалов посуды над духовкой рядышком здесь тоже бокалея и бокальчики вся верхняя зона она тоже хранение хранение долгосрочное та посуда которой мы пользуемся крайне редко на кухне очень важно освещение это наша безопасность поэтому мы предусмотрели освещение рабочей зоны под шкафчиком она установлена освещение рабочей зоны сверху на потолке и локальное освещение над столом в синем углу нашей кухни находится столовая зона с тремя посадочными местами стол у нас не раскладной такой необходимости у заказчиков не было кстати у инмайрум есть свой телеграм-канал там вы найдете идеи для ваших интерьеров акции скидки и анонсы выходов наших роликов ссылка в описании под этим видео мы переходим к окну здесь у нас подоконник из натурального камня и окно и балконная дверь под дерево посмотрите пожалуйста внизу мы отставили открытую батарею она достаточно спокойного лаконичного современного дизайна поэтому нет смысла было ее скрывать переходим на балкон пошли на балконе у нас расположена очень удобная зона для сушки белья сверху проходит под потолком планки и очень удобно планки вот здесь рядышком повесить мелкие какие-то детали они убираются при необходимости из остатков керамогранита с кухней мы сделали столешницу для хранения на балконе и встроенный шкафчик ну а вообще балкон задуман как зона для релакса и отдыха в теплые летние вечера здесь специально для этого сделан столик откидной который можно поднять либо убрать чтобы он не мешался лампочки свечи хороший вид стены пол и потолок балкона отделаны ламинатом 33 класса износостойкости это же родные стены нашего дома которые просто покрашены белой краской мы переходим гостиную зона отдыха для нашей пары здесь раньше была глухая стена на месте ее мы установили легкую воздушную перегородку со встроенной нишей для телевизора и навесной полкой для хранения вещей зоны для отдыха и вот этой части не было это было одно большое помещение здесь же мы сделали отдельную зону рабочую кабинета здесь располагается письменный стол с одной стороны с другой стороны он тоже запланирован и когда у наших заказчиков появятся дети здесь будет маленькая временная детская до покупки новой квартиры куда они планируют переехать с рождения ребенка с полностью открытыми дверьми эта зона становится единой со всей нашей гостиной увеличивая тем самым пространство этой комнаты а вот закрытыми дверями эта зона становится очень хорошим кабинетом со звукоизоляцией для проведения зумов и эфиров одного из наших супругов камин это изначальная собственность наших заказчиков он сделан из массива дерева заказчики очень просили его сохранить и вписать в новый интерьер мы придумали в него такое центральное место нашей гостиной обыграли декором так как эта зона планировалась рабочей здесь предусмотрено очень много розеток вообще заказчик очень большой фанат розеток и их очень много по всей площади нашей квартиры на стенах гостиной использована та же краска что и в прихожей единственное здесь она уже в матовом варианте потому что не требует такой частой мойки это керамогранит тумбочка изготовлена на заказ мдф пол гостиной это паркетная доска темного цвета под дерево стык плитки и доски сделан эпоксидной затиркой нашу перегородку мы поставили вровень со стыком чтобы это все смотрелось гармонично в гостиной также предусмотрено несколько сценариев освещения большая красивая декоративная люстра по центру потолка и локальные светильники на рейлах также есть освещение в нашей рабочей зоне это трековые светильники мы переходим в спальню наших заказчиков эта спальня досталась нам уже отремонтированной здесь были выкрашены стены в голубой цвет немножко не подходящий к нашему дизайну и немножко не подходящий для этой квартиры поэтому мы удалили бой под покраску аж поклевали стены и выкрасили другой краской также мы тут заменили освещение то освещение которое здесь было оно не устраивало заказчиков по функционалу здесь были высокие бра которые давали мало света и не давали читать мы добавили бра для вечерней подсветки и бра для чтения плюс современное освещение мебель которая здесь сейчас находится это мебель купленная заказчиками до дизайн проекта так же как и весь текстиль подоконник здесь так же как и всех остальных комнат выполнен из натурального камня здесь экраном закрыты батареи эти экраны также поставили заказчики еще до дизайна они хорошо вписались в общий проект поэтому мы приняли решение оставить и обратите внимание на кондиционер он выкрашен нашими строителями той же краской что и стены тем самым он сливается со стеной и становится практически незаметным точно такое же решение у нас на кухне обратите внимание во всех комнатах у окон у нас установлены розетки это очень удобное решение для новогоднего украшения ваших окон кстати владелец квартиры наш заказчик очень трепетно относился ко всей инженерной системе этого дома и к электричеству и к воде и к канализации все было продумано и покупались самые дорогие материалы и так как это Сталинка а в Сталинках всегда есть проблемы с электричеством наш заказчик поступил очень нетравиальным способом он заказал согласовал и протянул в эту квартиру отдельную линию электричества если даже во всем районе выключится свет здесь он будет продолжать гореть наша ванная комната светлая яркая ярко ее делает тумбочка с синими фасадами насыщенными и посмотрите как много латуни про которую вам говорила на кухне мы здесь сделали и полотенцесушитель под латунь и даже решеточку под латунь и все наши краны светильники все у нас в одном цвете в зоне ванной мы предусмотрели встроенную нишу для хранения шампунчиков декора свечек и всего того что нам очень нужно когда мы принимаем ванную расслабляемся ванная же у нас так удобно установлена что можно к ней удобно подойти и поставить ногу наливая воду купая ребенка в будущем возможно там же встроена у нас дополнительно декоративное освещение ванна была реально парит потолок здесь натяжной со встроенными светильниками подвесными бра над зоной раковины стены из керамогранита светлого нейтрального оттенка чтобы сделать помещение очень легким и воздушным два сценария освещения в зоне раковины сценарий с бра чтобы расслабляться лежа в ванной и сценарий с освещением зеркала чтобы видеть все детали наводя красоту по утрам квартира нам досталась с незаконенной и вообще с незаконной перепланировкой вход в ванну был с этой стороны вот эта стена была снесена частично и ванная была объединена с туалетом вот в этой стене находится вентиляционный короб его нельзя сносить никак это незаконно поэтому нам пришлось восстанавливать вентиляционный короб зашивать эту стену и делать независимую ванну и туалет а сейчас я хочу показать вам наш туалет он очень сильно отличается от всей квартиры и это была наша идея задумка мы хотели сделать его ярким интересным и тем местом где можно действительно прославиться пойдемте вытяжка здесь срабатывает автоматически поэтому извините за шум продолжаем у нас очень яркие сочные обои в туалете яркий керамогранит зеленого насыщенного цвета и бордюр который это все объединяет под цвет наших цветочек и ягодок с этой стороны у нас маленькая ультракомпактная раковина чтобы можно было вымыть руки обратите внимание я вам напомню мы в Сталинке и это типичные габариты туалета и сюда можно поставить маленькую раковину было бы желание здесь у нас встроенная инсталляция унитаза над которой у нас распределительный щиток по воде давайте посмотрим вот такая вот красота прячется за этими дверями из МДФ наш рум-тур подходит к концу спасибо что досмотрели его до конца если у вас остались вопросы или комментарии пишите их пожалуйста под этим видео я постараюсь оперативно на них ответить до свидания привет инмарум проходите в нашу замечательную уютную квартиру рады вас видеть меня зовут Анастасия по профессии я фото-журналист и сегодня я вам расскажу об исторической квартире в доме 34 года постройки квартира непростая со своей интересной историей и кучей интересных фактов дом находится в северном округе в 34 году он был построен для преподавательского состава и слушателей военно-транспортной академии поэтому до сих пор в этом доме очень много коммунальных квартир общая площадь квартиры составляет чуть больше 80 метров в этой квартире мы живем с тремя детьми один из них подросток и нам не обязательно надо было выделить ему отдельную комнату с замком в итоге у нас получилось две детские комнаты спальня с гардеробной кладовка и кухня-гостиная что касается мокрых зон мы сделали постирочную и ванны и туалет у нас остались на своих исторических местах предлагаю пойти и наконец посмотреть что же у нас получилось ванны и туалет и ванны и туалет ванны и туалет ванны и туалет где собраны буквально тысячи товаров максимально удобно один заказ один менеджер одна доставка и с менеджером вы можете общаться через вотсап кухня это сердце дома это большая любовь любой хозяйки и мне конечно тоже хотелось когда-то большую кухню но история подкинула нам пятиметровую крошечную классическую кухню в старом фонде и мы решили объединить ее с гостиной потому что у нас большая семья первый интересный факт про нашу квартиру дом 34 года постройки и здесь было печное отопление на этом месте когда-то стояла печка во дворе была дровница и вот здесь в каждой квартире с небольшим смещением проходит горячий воздуховод и только если я не ошибаюсь 60-х годах дом был газифицирован и сейчас у нас в наличии газовая плита мне очень хотелось не использовать различных перегородок между кухней и гостиной мы честно пытались выяснить достаточно ли электрической мощности для установки электрической плиты но к сожалению наш дом только будет подвергнут реновации ремонту капитальному и пока что мы используем газовую плиту но заложили розетку для электрической раз у нас есть газовая плита значит вы понимаете что должна быть газовая труба мы долго думали как с ней быть учитывая что планировка кухня у нас не типовая она линейная мне очень хотелось очень мечталось чтобы было именно так если вы посмотрите со стороны гостиной на кухню вы газовую трубу нигде не увидите все очень просто она спрятана за гипсокартонной достроенной стеной вот здесь находится газовая труба в открытом доступе мастер может прийти и все проверить где-то на уровне столешницы проходит газовый шланг он закрыт стекловолокном и заштукатуренный покрашен поэтому мы не видим его но к нему есть простой доступ в любой момент можно к нему получить этот доступ на стенах у нас краска которую мы использовали не только на кухне но и в гостиной она матовая моющаяся единственный акцентный такой момент в нашей кухне это фартук он стеклянный стекло прозрачное если вдруг мне захочется изменить какую-то глобальную дизайн-концепцию нашей квартиры я могу снять прозрачный стеклянный фартук перекрасить стену в нужный мне оттенок цвет и получу абсолютно новый по характеру интерьер с полом была очень интересная история меня все отговаривали от мелкой метлахской плитки но я не мечтала еще до покупки квартиры и моя мечта все-таки осуществилась так как мы приняли решение делать именно такую планировку нам пришлось немножечко уменьшить высоту оконного проема за счет чего у нас образовалась в этой части небольшая полка для хранения запасов продуктов предвижу много вопросов почему же вот здесь вот мы не стали делать вместительный угловой шкаф и готова на них ответить заранее у меня трое детей и я очень много и часто готовлю мне было важно сохранить хотя бы 60-70 сантиметров рабочей площади здесь у нас стоит просто заглушка она не рабочая вот здесь вот у нас маленький шкафчик который используется по особому назначению а здесь мы сделали выдвижную полочку для специй верхний шкаф вполне себе глубокий он доходит до конца стены и мы его используем для хранения сладостей например там спрятан вентиляционный канал мы предусмотрели небольшую посудомойку 45 сантиметров нам вполне хватает и я очень довольна что она у нас есть дальше могу вам рассказать про основной шкафчик хранения мне также его хватает вопрос и секрет в том чтобы использовать какие-то эргономичные емкости для хранения которые можно как в моем случае штабилировать ставить друг на друга вся подсветка встроена высоту шкафа очень удобно пользоваться свет выведен на выключатель и честно говоря как правило он используется в нашей кухне как основной одним из самых удачных решений нашего ремонта я считаю наличие двух дозаторов возле мойки в одном находится средство для мытья посуды а в другом мыло здесь у нас спрятан холодильник но фасад выше чем собственно говоря камера холодильника и за фасадом у нас образовалась дополнительная полочка и место хранения обратите внимание сейчас здесь живет фикус гриша так как у нас дом с газом по правилам мы должны отделить зону кухни от зоны гостиной и мы предусмотрели этот момент за гипсокартоном на потолке мы оставили закладную для лофтовой перегородки она сейчас находится в стадии согласования и когда-нибудь здесь обязательно будет и вот это вот местечко где сейчас стоит фикус гриша оно как раз предусмотрено для раздвижной перегородки то касается вот этих вот больших напольных шкафов они небольшие по глубине если я не ошибаюсь всего 45 сантиметров но нам вполне их хватает здесь находится оперативная посуда здесь находятся вилки, ложки и какая-то кухонная утварь соответственно в этой зоне на столешнице образовалось место для чая кофе у нас оставлен вывод торчат провода я очень переживаю на эту тему и хочу сказать всем, кто смотрит это видео пожалуйста не оставляйте недоделок вывод оставлен для системы сигнализации она конечно когда-нибудь будет у нас невысокий этаж но пока что мы живем с такими проводами в каждой комнате у InMyRoom есть телеграм-канал и там вы всегда можете найти идеи для ваших интерьеров скидки и акции от партнеров анонсы новых роликов подписывайтесь ссылочка будет в описании в гостиной и как собственно говоря во всех жилых помещениях у нас лежит инженерная доска ложенная елочкой по диагонали между плиткой и инженерной доской наши строители постарались сделали очень аккуратный стык это силиконизированный герметик который подбирается в тон к основному полу из кухни мы попадаем конечно же в гостиную и сердце любого дома это большой стол за которым собирается вся семья, друзья сейчас может быть он выглядит небольшим он 80 на 120 сантиметров но он раскладывается и превращается просто в гигантский кстати подобные стулья вы можете найти на маркетплейсе in my room еще одно из классных удачных решений нашего ремонта это лавочка у окна у нас здесь автоматически само по себе образовалось такое место хранения книг с этой стороны детские книги с этой стороны взрослые мы их правда читаем используем очень любим библиотека постоянно меняется и пополняется лавочка повлекла за собой другое решение мы отказались от классической батареи и спрятали конвектор в пол так получилось потому что у нас дом со смешанными перекрытиями и наличие лак на которых на которых лежит собственно говоря черновой чистовой пол позволяет разместить конвектор именно по высоте решение очень удобное этого конвектора хватает на обогрев всей нашей гостиной и при этом ничего не мешает и не привлекает отдельное внимание для лавочки и не только для практически всей нашей мебели в квартире мы использовали ясень как образец такой красивой древесины и весь ясень в нашей квартире покрыт маслом отдельного внимания в нашей гостиной так же как и на кухне заслуживают окна мы всю площадь окна не стали делить переборками а заказали усиленную армированную раму и сделали единое полотно все очень просто мы живем на втором этаже в зеленом дворе вы можете видеть что прямо напротив окна у нас большое зеленое дерево и свет попадает мало любая переборка на окнах занимает если я не ошибаюсь 18 процентов освещения то есть ваша квартира его недополучает но в итоге кроме того что мы повысили инсоляцию нашей квартиры мы еще и получили вау-эффект потому что когда заходишь в гостиную ты видишь большое пространство ничем не занятое у нас во всех окнах предусмотрены розетки и интересное решение нашего ремонта это розетка для гирлянды она находится наверху а выключатель внизу откоса очень удобно и красиво смотрится в период новогодних праздников основное достоинство нашей небольшой на самом деле квартиры это всего две несущие колонны мы заказывали экспертизу очень долго ждали результата перед тем как начать перепланировку и только после того как официальная экспертиза сказала что все перекрытия в нашем доме находятся в хорошем состоянии и мы можем производить перепланировку мы стали творить и что же в итоге получилось столовая зона на самом деле у нас стоит в самой маленькой исторической комнате так как дом строился для слушателей военно-транспортной академии предполагалось что в квартире будет шить венщик ну или прислуга или няня и это была самая маленькая комната рядом с кухней которую мы объединили по итогу с гостиной но что у нас получилось если посмотреть наверх то здесь за гипсокартоновым коробом спрятан двутавр большой это по сути была граница комнаты где стоит сейчас стол для того чтобы сюда у нас встал диван нам пришлось отодвинуть эту стену отняв пространство у спальни у нас образовались две ниши которые мы использовали для того чтобы сделать там стеллажи кстати у нас очень яркий акцентный диван винного цвета в гостиной и этот цвет в той или иной мере присутствует в каждом помещении нашей квартире он проходит в прямом смысле красной нитью по всему нашему интерьеру и кстати подобный диван вы можете найти на marketplace in my room я по профессии фото журналист оказалось что в этой квартире жил Игорь Иванович Гневышев известный советский фото журналист большую часть жизни он работал в журнале советский экран так что если вы так же как и мы любители советского кинематографа то просто представьте какой-нибудь портрет советского артиста наверняка он будет руки знаменитого мастера который жил в этой квартире собственно говоря память о нем мы храним и в качестве напоминания и дань уважения большому мастеру мы попросили у его семьи снимки его личные работы распечатали в большом формате оформили черные рамы еще одно напоминание об историческом прошлом нашей квартиры это буфет этот дедушка находится в этой квартире с 34 года с момента как сюда въехали прежние жильцы и у нас снова идет отсылка к военно-транспортной академии вот здесь вот если присмотреться есть исторический инвентарный номер каждая маленькая деталь на нем каждая выемка трещинка обставочка помнит о тех людях которые здесь были например очень частым гостем в этой квартире была Людмила Марковна Гурченко потому что насколько я знаю они очень близко дружили семьей Игоря Ивановича у нас сохранились фотографии где она сидит на фоне этого буфета они весело проводят время кстати я точно знаю что на портале инмарум недавно вышел выпуск о квартире Гурченко можно посмотреть что вот эту вот нишу мы специально оставляли для него мы знали что он будет жить здесь на почетном месте что мы будем использовать его по назначению у нас здесь хранится замечательный советский хрусталь мы единственное провели внутрь подсветку наверх мы положили замечательный советский чемодан древненького вида чемодан скрывает в себе замечательные винтажные елочные игрушки мы с удовольствием каждый новый год их достаем трепетно раскрываем вешаем на елку и вспоминаем не только о нашем детстве но наверное еще и о том и представляем какое детство было у наших родителей итак после перепланировки у нас получилась большая проходная гостиная с одной стороны это очень удобно с другой стороны мне пришлось отказаться от идеи прекрасных сталинских дверей потому что для пространства это был бы большой перегруз поэтому на небольшой площади у нас можно увидеть пять дверей которые выходят в одну большую гостиную что мы сделали мы выбрали вариант дверей скрытого монтажа с магнитным замком и помня о том что высота потолков у нас всего 260 сантиметров мы постарались увеличить визуально и зрительно эту высоту используя большие двери по высоте они 230 сантиметров каждая дверь у нас очень много различных вариантов освещения в квартире центральное освещение освещение над столом подсветка наших фотографий подсветка картины зоны дивана небольшая подсветка пола чтобы было комфортно вечером в темноте пройти учитывая что у нас дети это очень актуально нас встречает зона коридора при перепланировке мы выделили шкаф и положили на пол комплементарную метлахскую плитку хочу предупредить что такое цветовое решение в зоне коридоров это все-таки для перфекционистов потому что светлая плитка конечно же очень быстро пачкается надо быть готовым к тому что возможно тебя не всегда будет устраивать ее внешний вид или придется как-то оперативно ее убирать но мы пока что с этим справляемся мне кажется у нас получается неплохо что еще могу рассказать интересная история была с дверью когда мы провели демонтаж выяснилось что дверной проем занизили специально когда ставили новую дверную коробку и сверху проем был заложен просто кирпичами мы решили все разобрать и оставить историческую ширину и высоту двери входная дверь у нас очень красивая очень тяжелая высотой 240 см смотрится сногсшибательно помните я вам уже говорила о том что надо доделывать все до конца еще когда вы находитесь на стадии ремонта здесь мы снова видим провода предполагается что здесь будет пульт сигнализации и домофона когда-нибудь он точно будет но перейдем более радужной части нашего коридора это очень вместительный шкаф мы заранее предусмотрели верхней части места для роутеров каких-то дополнительных технических решений которые используются в нашей квартире там есть розетки и остальное место отдано для верхней одежды и для обуви прекрасное решение с подсветкой в шкафу в нижней части шкафа находятся выдвижные ящики для обуви позволяет такое решение не скапливать обувь на проходе потому что площадь этой прихожей все равно небольшая в маленьких выдвижных ящиках мы распределили места для всей семьи для детей для взрослых для аксессуаров шапки шарфы перчатки по мановению волшебной палочки можно найти самостоятельно у нас предусмотрена открытая ниша где каждый может положить ключи телефон еще какие-то маленькие детали чтобы не забыть их при выходе из дома здесь например лежат мои солнечные очки и она у нас тоже подсвечена и выключается буквально мгновением руки у каждого из нас у меня у мужа у детей у них есть решение в нашей квартире которое стоит на первом месте вот мой топ это мастер-выключатель кнопка находится здесь у нас очень много освещения в квартире все освещение выведено на выключателе и вот этот прекрасный мастер-выключатель позволяет одним щелчком выключить все освещение в квартире и не волноваться о том что ты что-то забыл за этой дверью находится то без чего не может жить ни одна большая семья это кладовка у нас есть место для хранения спорт инвентаря шлемов лыж сноубордов есть место для хранения обуви как можете догадаться оно находится внизу конечно бесконечные мужские инструменты и место для хранения зимней осенней одежды точнее одежды по сезону вот за этим лючком расположен единый канальный кондиционер от него отходят воздуховоды во все комнаты единственный недостаток этой системы ты регулируешь температуру на пульте возле дивана и температурный режим будет во всех комнатах одинаковый давайте посмотрим наш трехкомнатный санузел начинается он с постирочной так называемой мы приняли решение сделать мокрую зону на территории проходного коридорчика который вел в кухню получилось на мой взгляд очень удачно потому что семья у нас большая каждому надо помыть руки и для этого не надо ждать пока освободится ванна если вдруг она занята и в любой момент можно сюда зайти поэтому конечно раковина есть также подсветка под тумбой создается такой парящий эффект мы отказались от водного полотенца сушителя в пользу электрического к сожалению в нашей практике или к счастью водные полотенцесушители очень часто давали какие-то аварийные ситуации поэтому было принято решение перенести полотенчик на стену и сделать его электрическим давайте посмотрим наш замечательный вместительный хозяйственный шкаф если мы посмотрим на фасады то мы увидим что они симметричны но если мы заглянем внутрь мы увидим что шкаф не симметричен есть место для стиральной машины у которой функция сушки и есть место для хозяйственных каких-то необходимых вещей типа корзина для белья ведра для помывки пола утюга какой-то бытовой химии полотенец мы постарались это все предусмотреть и мне кажется в общем у нас это все неплохо получилось когда мы первый раз оказались в этой квартире был классический метлах толщиной полтора сантиметра его к сожалению как бы мне не хотелось не удалось сохранить при ремонте но мы решили хотя бы сохранить форму того метлах который здесь был это классические шестигранчики светлого оттенка здесь например два дополнительных светильных направленных на зеркало ванны и туалет остались на своих местах так как они были придуманы запланированы архитектором этого дома в ванной у нас тоже предусмотрены разные варианты освещения мы можем включить свет только над зеркалом большое зеркало которое доходит до потолка дает дополнительное ощущение пространства и маленькое помещение санузла реально расширяется и учитывая что у нас в семье есть маленький ребенок было важно сохранить какой-то простой легкий доступ к ванной и пространство которое находится под ванной поэтому мы сделали такое простое элегантное решение и оформили его дополнительной подсветкой как вы знаете в старом фонде очень часто какие-то коммуникационные трубы соседей проходят по квартире людей которые живут под ними вот в том коробе который смотрится просто как разноуровневый потолок проходит коммуникации наших соседей на самом деле я немножечко стесняюсь приглашает вас в наш санузел по одной простой причине доделываем ремонт во время ремонта к сожалению мы до сих пор не можем доделать дверки которые прикрывали бы все техническое оснащение нашего санузла но все-таки для in my room мы сделаем исключение и пригласим вас туда но это совсем маленькое помещение где вы можете позволить себе практически все в прямом и в переносном смысле мы решили оторваться с цветом нашим акцентным бордовым была даже мысль выкрасить все в бордовый цвет но мы от нее отказались водонагреватель потому что несмотря на 21 век на дворе воду в наших домах до сих пор отключают колонки у нас нет и две недели в году приходится пользоваться водонагревателем из интересного мы еще установили фильтры которые дополнительно фильтруют воду это помимо того фильтра который находится на кухне значит здесь у нас тоже было продумано разные варианты освещения но вам на заметку если вы находитесь на стадии ремонта пожалуйста проверяйте работу электрика в нашем случае получилось так что вот этот вот светильник который должен был работать от простого включения независимо от верхнего света так не работает потому что электрик допустил ошибку а когда мы это выяснили ремонт был закончен и можно было бы переделать но для этого пришлось бы расшивать потолок это бы отодвинуло дату нашего заезда и мы решили закрыть на это глаза и оставить все как есть мы решили внести нотку в юмора и выбрали замечательный постер для этого помещения это комната подростка знаете что самое главное в комнате подростка это замок комнаты изначально было 15 метров но учитывая что нам необходимо было сделать шкаф в коридоре и шкаф для одежды учебников и прочего для ребенка мы отняли от комнаты метраж общий метраж получился 9 метров но для подростка 16 лет этого вполне достаточно здесь есть все необходимое рабочий стол шкаф удобное кресло можно пригласить друзей и мы постарались сохранить историческую укладку немножечко где то есть даже места где мы подреставрировали но это придало такой элемент современности который ценит молодежь как и во всей остальной квартире мы столкнулись с такой проблемой что исторические радиаторы занимали очень много места и на большое расстояние выглядывали из-под окна мы перенесли радиатор вправо в данном случае сделали его современным модным вертикальным и как и во всей остальной квартире использовали красный акцентный цвет который также повторяется в светильниках и вот в этой полосе которая проходит у нас по всей квартире значит напоминаю что мы находимся в комнате подростка и я сейчас реально рискую жизнью потому что хочу показать как устроен шкаф значит место для одежды в вешалке здесь лежит то что можно сложить а вот здесь вот я предусмотрела место для хранения постельного белья потому что кушетка у нас на ножках для облегчения пространства и пришлось вот прибегнуть к такой хитрости мы находимся в детской комнате это комната которая собирает в себя максимальное количество хаоса но дети вчера по-честному убрались как могли они старались не судите очень строго с чего начать давайте начнем с того что это практически единственная комната которая осталась в своих границах единственное что в ней изменилось мы немножечко перенесли вход но когда мы первый раз попали в эту квартиру помните я говорила что здесь жил известный фото журналист и вот в этом углу было оформлено две стены одна была черной другая белой он использовал свою квартиру как фото студию и однажды с нами приключилась прекрасная история мы пошли на одну известную выставку которая проходила в москве и там была представлена реальная записная книжка Виктора Цоя мы увидели там телефон нашей квартиры были поражены позвонили вдове фото журналиста и узнали что оказывается Виктор Цоя здесь бывал и собственно говоря снимался прямо на этом месте когда дети узнали что что здесь происходило они были в диком восторге теперь сами рассказывают эту историю своим друзьям прекрасное на мой взгляд решение которое мы приняли с учетом того что в этой комнате живут двое детей это огромная просто рабочая поверхность возле окна которая является продолжением подоконника дети условно разделили ее на две части и обычно за одной сидит мой сын который чуть поменьше за второй частью сидит дочка которая уже делает уроки или рисует они честно пытаются соблюдать нейтралитет и каждый старается поддерживать порядок на своей части и еще из интересных решений в нашей в детской комнате это стена стена белая расскажу вот видите здесь уже есть какие-то заметочки насчет роста здесь есть какие-то рисунки на самом деле мы сделали это специально чтобы не лишать детей творчества тем более дочка учится в архитектурной школе мы оставили эту стену для рисунков шкаф всем известной фирмы он очень узнаваемый он переехал с нами из предыдущей квартиры ну и фасады с зеркалами мы использовали как дополнительный элемент расширения пространства наверное у зрителей будут вопросы что же происходит с этой прекрасной стеной и почему там какой-то неоформленный проем возвращаясь к моему тезису о том что ремонт надо заканчивать во время ремонта это вентиляционный канал который ведет детскую комнату и когда-нибудь на нем будет стоять решетка ну вот мы в спальне в самом главном месте для взрослых спальня у нас получилась небольшая потому что часть площади мы отдали гостиной но учитывая что это интимное место куда ты переходишь спать в общем больше то наверное не надо из интересных решений мы также как и в детской комнате оформили большой стол подоконник решение очень удачное здесь спокойно помещаются два человека и естественный свет помогает только работе правда немножечко отвлекает прекрасное весеннее зелень за окном в спальне тоже есть разные варианты освещения но так как это интимная зона она здесь не яркая отдельного упоминания вообще заслуживают вот такие вот винтажные светильники я им очень довольна я их долго выбирала за вот этими шторами находится гардеробная комната изначально по проекту мы планировали что здесь будут раздвижные лофтовые дверки высокие высотой 2,20 мы сделали закладную нато проходом там лежит брус но возвращаясь к моему тезису что ремонт надо заканчивать во время ремонта нам пришлось отказаться от этой идеи по финансовым вопросам но в тот момент когда это произошло в наше владение попали две прекрасные дверки с растекловкой из исторической сталинки которые сейчас находятся на реставрации так что через какое-то время здесь будут раздвижные сталинские двери с растекловкой проходите наверное в гардеробную так же как и в кладовке я продумала систему хранения у меня для каждой цели есть своя полочка например вот эту вот полку здесь можно увидеть две розетки я использую например для зарядки аккумуляторов для работы после работы и мне очень удобно здесь лежат какие-то сумочки не могла себе отказать в маленьких дамских слабостях но остальное наверное вы все видите гардеробная крайне вместительная сочетает себе по сути функции комода и шкафа также встроенных каких-то полок и колонок спасибо что пришли к нам в гости если у вас остались какие-то вопросы комментарии пишите их под этим видео я постараюсь на них ответить пока пока